В общем, приступаем. Что нам необходимо будет сделать? Первым делом, для того, чтобы доделать рекламную кампанию и динамическую, и смарт-баннеры сделать, нам нужно собрать список стоп-слов. Это то самое, ради чего, в принципе, мы собираем все наши ключи из WordStat, ну, то есть, разгребаем все помои, какие у нас как раз были спаршены, группировать и все остальное мы оставляем, скажем так, напоследок, но изначально нам надо собрать именно список стоп-слов. То есть, мы можем, в принципе, и если у вас действительно очень большое количество ключей, вы не хотите с ними заморачиваться, то да, конечно, вы сможете в рекламную кампанию засунуть ключи, у которых будет частотность, например, выше 20, выше 30, выше 50 и тому подобное. Но, есть одно но. Заключается оно в том, что вам в любом случае понадобится почистить ключи практически до единицы, потому что потом вы это все равно будете закидывать. И хорошо, если у вас будет поисковая рекламная кампания, в которой вы потом весь этот мусор до конца доберете. А есть люди, которые просто сразу делают RSI рекламную кампанию и считают, что это, в принципе, нормально, то, что с нее идет какая-то определенная конверсия, то есть, вроде как ROI, все хорошо, а доработать-то ее как раз и не представляется возможным, потому что у вас нет поисковых запросов, и вы не знаете, что люди вводят. И далее вы начинаете чистить ключи. Ну, например, широкий там машиноподъемник, потому что он плохо конвертит. А на самом деле конвертит он плохо, потому что вы просто-напросто не добавили туда стоп-слова. Ну, в общем, как вы понимаете, в первую очередь нам надо как раз разобраться с ними. За ночь было спаршено все, я проверил еще раз. На всякий случай прошелся, поискал еще несколько масок, в принципе, чуть-чуть так добавил. Вот, итогово включаем так называемый режим мультигруппы. Я не буду сюда сегодня и вообще добавлять, сразу говорю, поисковые подсказки. Они мне в этом случае, в данном случае вообще никаким образом не пригодятся. Ключей более чем достаточно. И будем сейчас собирать стоп-слова. Так, ну что ж. Как лучше всего чистить слова? Несколько техник, по сути. Есть абсолютно стандартные техники, которые позволяют нам просто пройтись по списку. Мы можем, кстати, каждую группу отдельно чистить, да, но это не очень удобно. Я лично считаю, да и непрактично. Проще использовать режим мультигруппы, откуда вы будете доставать весь мусор и добавлять ее в корзину. У меня уже в мусоре, в корзине, точнее, есть 661 фраза. Это всякие разные подъемники автомобильные и прочее. Почему не удаляемся фразы? Все по очень простой причине. Если вы захотите, например, через полгода спарсить снова свои ключи, то вы хотя бы не будете парсить то, что у вас уже было напаршено до этого. То есть, зачем это делать 10 раз? И они уже лежат, по сути, по папочкам. Также вы можете это все потом разгруппировать, ну и тому подобное. В общем, зачем менять, потом заново собирать файл, если у нас уже один раз была сделана эта работа. Ну, естественно, мы сможем, в принципе, и так, если захочется пройтись ручками и собрать все наши неудобоваримые фразы. Но давайте пройдемся все-таки поговорим о списках. Что это такие вообще за списки, списки стоп-слов и вот об этом меню еще. В общем, меню довольно простое. У нас здесь есть несколько вариантов группировок. Тут все группа ключей, управление группами. Это у нас группы стоп-слов. Но, по сути, это просто списки. Группы – это списки. Названы они здесь просто потому, что так названы. Списки у нас будут нескольких типов. Первый тип – это независимые. То есть, есть независимые от словоформы стоп-слова. То есть, те слова, которые можно во всех словоформах удалять. То, что может удалить кей-коллектор. Второй список будет зависимые. Третий список у нас уже здесь есть. Сейчас я его с вами вместе вот посмотрим. Это список минус городов. Минус города. Ну, так как мы будем делать, скорее всего, по всей России, то я уже почистил все слова. То есть, здесь минус города обратно возвращены. Сразу говорю. Но минус города… И они не были удалены еще даже, когда мы делали в этот, господи, в марафоне. Поэтому наша задача просто пройтись, почистить независимые и зависимые типы слов. Также можно добавить новые списки. Списки, которые будут относиться только к широким ключам. И относиться, например, только к каким-то определенным тематикам. Только к шиномонтажу, только к тому, к пятому, десятому. Ну, при желании, опять же. Вот. Ну, что ж. Теперь по поводу механизма. Ну, собственно, когда мы выбираем, например, независимые, все независимые, нажимаем отметить фразы в таблице, у нас отмечаются в нашем кей-коллекторе… Ну, вот. У нас всего было спаршено 12 770 строк. Это не так много. Бывает и по 40, по 50 тысяч. Может спаршиться легко. И, как вы видите, галочкой пометилось 1948. Итогово мы можем взять и посмотреть все те, которые были каким-то образом помечены фразы. Вот у нас автомобильные подъемники БУ, цены, видео, для инвалидов, фото, принцип работы. В общем, уже видим, что это мусор. И этот мусор, естественно, мы можем со спокойной душой уже выкинуть. Давайте пока его оставим, пусть он у нас будет для чистоты эксперимента. Просто пройдемся и посмотрим, как же их собирать. Первый способ, естественно, самый простой – это собрать все то, что прямо глазами, то, что вам не подходит. Причем вы можете вписывать как руками. Вот как я, например, вписал чертеж. Если у нас уже есть такое слово, то оно не будет добавляться. Второй вариант – добавить слово через вот такую вот кнопочку. В принципе, есть несколько вариантов. Кнопочка и правая кнопка – отправить выделенные фразы в окно стоп-слов. Вот, как вы видите, авито можно добавить так. Но авито я, наверное, удалять не буду. Такой, в принципе. Хотя, наверное, там БУ в основном ищут. И, скорее всего, нам придется потом удалить. Но пока оставим. Ну, всякие СПБшные и тому подобное еще посмотрим. Может быть, другие города тоже удалим. Я сейчас пока под сомнением нахожусь. Если понадобится, то удалим. Либо просто засунем все ключи в отдельную группу. И потом эту группу сделаем под… Ну, в общем, переделаем немножко. Ладно. Так. Ну, собственно, можно проходить просто глазами от А до Я. Причем от А до Я можно делать по-разному. Ну, как говорится, ай-яй-яй и тому подобное. В общем, с первым, с чем вы столкнетесь, то, что можно отсортировать от А до Я. Причем самый большой мусор всегда сидит в начале и в хвосте списка. Ну, как вы видите, вот Юнит, Ютуб. Ну, то есть, я могу всякие такие вещи, типа Ютуба, в независимый список добавлять. Ямный подъемник. Ямочный подъемник автомобиля. Я предполагаю. Давайте сразу загуглим. Если вы сомневаетесь в каких-то своих… Можно, кстати, их копировать. Ямный подъемник. Можно их вписывать, можно копировать. Просто будем смотреть в картинках, что вообще из себя представляют какие-то ямные подъемники. Ну, вроде все как нормально. Да, это то, что нам понадобится. Вот. Естественно, надо будет удалять всякий мусор, а-ля эталонное колесо. Ну, вот, например, опять же, для колес мы удалять не можем. Можем удалить только колесо. Значит, нам надо будет добавить в зависимое, например, колесо. Эталонное. Ну, вот как раз у нас автоподъемника, для подъемника и тому подобное. Все это будет как раз отчасти чиститься с помощью зависимой, по сути, восклицательный знак, то есть одной словоформы, либо множественными словоформами в другом списке. Только не забывайте переставлять вот как раз переключатели, потому что сами они не переставляются. Списки почему разные? Объясню. Ну, во-первых, можно будет легко переключаться здесь, а во-вторых, к этому списку потом надо будет добавить восклицательные знаки, то есть зафиксировать словоформы, например, для Яндекса. Для Яндекс.Директа, хотел сказать. И для AdWords можно будет потом в квадратные скобки, например, их загнать. То есть, по сути, в точный тип соответствия загнать. Ну, собственно, вот у нас как раз идут всякие шкивы и тому подобное. Все то, что надо будет удалять. Причем, например, мы не можем удалить со шкивом. То есть, надо удалять именно, если мы будем брать наши запчасти, у нас вот именно такая, видите, проблема некая. Получается, что придется убрать шланг, шкив и тому подобное. По очень простой причине мы не можем убрать другую словоформу, потому что со шкивом, автоподъемник со шкивом там каким-нибудь, нам все равно понадобится такой ключ. Шпилька, шпильки. Вот это все можно, в принципе, в зависимый как раз зафигачивать. Шпильки, да. Штабелер какой-то. Штабелер. Не знаю, что это такое. Вот. Но в любом случае стоит первое, что знать, что у нас есть независимый список стоп-слов и не все слова кей-коллектор знают. То есть, Яндекс знает больше всяких разных словоформ и тому подобное. Яндекс, например, не знает ничего о городах. Не извините, не Яндекс, а кей-коллектор. Кей-коллектор не знает ничего о городах и не может его правильным образом чаще всего загнать в правильную словоформу и почистить. Поэтому, кстати, в AdPump как раз у нас есть в инструменте минус города есть отдельная кнопочка показывать словоформы. То есть, вы можете выбрать, например, какой-то определенный список, скажем так, слов и получить несколько словоформ. То есть, там будут все словоформы, какие вам нужны. Кубинка, кубинки, видите, луховицах, мытищах и прочее. То есть, в нескольких вариантах, только ради того, чтобы кержач, кержачи и тому подобное. Только для того, чтобы именно в списке кей-коллектора удалить ваши лишние города. Не воспринимает, если при добавлении слова к списку к нему восклицательный знак подставлять. Нет, не воспринимает, потому что инструмент общий, он делается не под директ, он в основном под SEO, изначально был заточен. Поэтому, естественно, у него некоторые инструменты, ну, скажем так, обобщенные. Плюс он рассчитанный на AdWords и прочее. То есть, восклицательные знаки он таким образом не воспринимает. Там можно много чего настроить, конечно же, в интерфейсе, но это будет очень-очень сложно, геморройно. В общем, смысл, я думаю, понятен. Второй вариант, естественно, как можно пройтись, это по частотности. То есть, вы берете ключи от самых популярных, ну, например, подъемник, траверс, траверс. Ну, подъемник нам, само слово, не понадобится. Я более чем уверен, его надо будет удалить. Мы его сразу засунем, по сути, и отправим. Давайте сразу же первую же группу добавим и перенесем в корзину. То есть, это все, что нам не подойдет. Там подъемник для инвалидов, еще что-то. Само слово подъемник нам не подойдет. Ну, просто оно слишком широкое. Там же и инвалиды есть, и то, и пятое, и десятое. Я его добавил просто, чтобы собрать более широкие запросы по подъемникам. Я там отдельную группу, ну, скажем так, групперанул. Уже даже групперанул. И просто мы по ней пройдемся. Так, купить подъемник. Покрасочная камера. Здесь вроде все нормально. Траверсы ТМ, не знаю, что это такое, честно говоря. Траверсы ТМ. Ну, ТМ это может быть что угодно. Все понятно. Это просто какой-то определенный модель определенная. Если понадобится, мы ее тоже, естественно, удалим. Пока ставим прессы, тон прессы и прочее. Сейчас я уже вижу здесь дубли. Я буду точно удалять дубли с помощью кнопочкой анализ неявных дублей. По совершенно простой схеме здесь как раз в вкладочке данные есть анализ неявных дублей. Ну, их довольно много. Вот они. И мы, естественно, через умную отметку просто тоже кладем это все сразу даже удаляем. Не в корзину, а просто удаляем отмеченные, чтобы дубли у нас вообще здесь не оставалось сразу. Дубли удалить довольно легко, поэтому если вы даже их еще раз спарсите, ничего страшного не случится. Да, по подъемнику нормальные картинки выдают, но мы рекламироваться там не будем. Повторюсь. Специально. Я смотрел конкурентов, там не надо рекламироваться. Так, для правки, причем более в РСЯ там будет откромешный. Я это уже знаю. Так. Еще мы должны просто пройтись, посмотреть условно до 1000 частотностей, посмотреть, что у нас может вообще не подходить. Например, вот вакансия, да, вот что-нибудь такое. Вот это все мы должны в первую очередь очистить, чтобы потом у нас мусора было минимально. Ну, сколько стоит подъемник, лего, видите, вот такой. Если это спрашивают люди в каких-то прям в больших, в очень больших частотностях, то обязательно это в первую очередь нужно удалять. Если вас будут смущать, ну, вот Сочи подъемник, еще что-то, ну, мы эту группу потом просто отключим, скорее всего. На города мы сейчас не обращаем внимания, мы сможем их легко очистить. Мы должны пройтись именно и посмотреть, что может вот лифт-подъемник, например. Лифт тоже удаляем сразу же. Газолифт сюда не относится, они все равно слитно пишутся. Самоходный подъемник, самоходный подъемник. Я себе открою просто во второй вкладочке. Вот, самоходный. Ну, то есть, поэтому подъемник мы не подставляем. Самоходный подъемник, чтобы вы понимали, это вот это. Ну, то есть, явно не подходит. Оборудование, подъемник, восстановление шаровых опор. Пока ставим это все телескопический, телескопический подъемник. У меня просто в хроме открывается. То же самое телескопический. Вот, ну, то есть, если у слова очень сложные, вы его вписать не можете, вы его можете пораставить. Обязательно посмотрите, в какую группу добавляете. Вы можете его просто закинуть туда. Так, станок для шиномонтажа. Траверс, траверс. Что там было? Мачтовый подъемник. Ну, вот, мачтовый подъемник, я более чем уверен, тоже мусор. Но мы сейчас, скорее всего, просто эту группу уберем из списка. Потому что она меня очень уже смущает. Да, мачтовый подъемник тоже. Просто на всякий пожарный. Добавим мачтовый туда, чтобы у нас точно не было подъемник. Установка. Так, подъемник, вышка. Вышка сразу тоже. Чтобы у нас весь мусор удалился. Ресивер для компрессора. Стапель для грузового. Так, 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 так. Ну, в общем, уже стало получше. Ну, как вы видите, здесь действительно мало ключей. Я сразу говорю, особенно тут уже дальше частотность идет практически нулевая. То есть, меньше тысячи. И нам будет очень относительно легко работать с одной стороны. С другой стороны сложно с мелочью. Вот, поэтому в первую очередь мы берем стоп-слова. Еще раз выделяем списочек. 227 слов сейчас у нас отмечено. Это дополнительно еще. То есть, по сути, мы первый раз уже перенесли, да, в корзину мусор. Мы сейчас добавим еще раз. Давайте, кстати, заглянем, сколько же у нас получилось в корзине сейчас уже. 2837 запросов. И тем самым ключи уже практически более-менее нормальные. Дальше остается только мелочи. С мелочью можно разбираться уже более простыми способами. Первое, это, разумеется, с помощью анализа групп. Это тоже очень хороший, удобный инструмент. Надо им только пользоваться очень аккуратно, потому что я видел, как ребята иногда добавляют неаккуратно, например, закидывая все словоформы и тому подобное. Но нет. Смысл какой в этой группе? Группы бывают нескольких вариантов. Первое, это по отдельным словам. То есть, вы можете просто группировать все по словам и можете группировать по составу фраз. По составу фраз мне, конечно же, нравится тоже группировать. По сути, например, можно по два-три слова группировать и смотреть, как оно работает. Ну, вот видите, стенд, вход, развал. Здесь, по сути, вы получаете отчасти группы своей. Вот, например, купить оборудование для СТО. И здесь мусора вы не найдете. Здесь можно поискать мусор. Мы сейчас часть поищем здесь и еще вторым инструментом дополнительно. Подъемник для... Ну, давайте сразу, для автомобиля, для гаража. Для удалить мы не можем. Хотелось бы удалить сразу какой-нибудь предлог, конечно же, который решил бы нашу проблему. Но, скорее всего, нет. В итоге, конечно же, мы получим очень большой список слов. Как вы видите, количество фраз здесь написано. В вхождении, скажем так, этого слова в общий список. Общий список всего того, что у нас выделено. То есть, всего. Ну, здесь, конечно, с одного начинать, наверное, так себе. Лучше всего, опять же, сверху пройтись. Посмотреть. Развал, стяжки. Ну, это все то, что нам нужно. Деталей мы удалить не можем. Единственное, что мы можем удалить, это деталь. Потому что для мойки деталей все подходит. Да? А вот деталь мы будем удалять. Потому что это уже всякие, ну, такие вещи, которые нас будут максимально смущать. И добавляем в зависимый список, заявите. То есть, здесь очень важно именно научиться оперировать этими списками. И понимать, как это работает. Ну, вот, кстати, СТО стоит, стоит. Автомобильные подъемники для СТО. СТО, как видите, стоит и стоят. Для кей-коллектора это одна и та же фраза. То есть, здесь надо быть максимально тоже аккуратным. Давайте, кстати, в зависимый посмотрим. Вот она, деталь добавилась. Все хорошо. Так. Двуосточные, грузовые, напомню, оставляем. Пружины. Стяжки пружины. Пружина. Нам надо только удалить пружина. И опять же, это будет словоформа. Вот здесь, наверное, будет пружина. Пружина. Ну, мы добавляем в зависимый список. И здесь вот как раз начинается очень-очень много вот этой вот мелкой работы, где нам придется удалять запчасти, но причем только в одной словоформе. Каблировка стенда. Ну, каблировка мы удаляем в просто независимый, потому что там не подходит каким-либо образом каблировка вообще. Каблировка стенда, каблировка любого прибора, мы этим не занимаемся. 74 вхождения, да, у нас было. Так, запчасти. Давайте сразу запчасти. Запчасти для... Вот запчасти будет, наверное, самое такое слово, которое надо будет в первую очередь проверить. Запчасти для грузового шиномонтажного станка. Да, это мы будем сразу, говорю, удалять, хотя у нас есть запчасти, какие-то части для запчастей. Ну, то есть, мойка запчастей, еще что-то нам надо будет оставить. В зависимый отправим только запчасти. Так, Нордберг, это наш один из поставщиков. Разумеется, мы оставляем единичку, тоже оставляем. Авито, давайте глянем сразу Авито, тоже. Авито Самара, Авито Авто, Авито Траверсы, Авито Вулканизатор, Нефтехамске, диагностический сканер купить. Ну, честно говоря, у меня есть подозрение, что Авито надо удалять. Так что давайте-ка Авито тоже добавим в список. Если что, мы его потом обратно доставим, эти слова, но, скорее всего, все-таки на помойку отправим. Стойки, стойка, стойку. Стойка трансмиссионная. Да, вот стойку, надо посмотреть, что у нас здесь может попасться. Цилиндр, кстати. Цилиндр. Сразу мы добавляем, тоже в зависимые. Цилиндр. Так. Стойка, ремкомплект. А, вот еще ремкомплект. Ремкомплект. Да, точно, забыл я про него. То есть, в любом случае, как вы понимаете, списком приходится проходить по всему. Рано или поздно. Не получится брать только очень широкий. Вот насадка для. Придется удалить. Причем, я сейчас в независимые добавил с насадкой. Наверное, вот это придется отсюда удалить. И цилиндр. Ну, цилиндр, наверное, я... Ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Я в зависимые все удалил, что ли? Блин, я не на то нажал, господа. А, нет, стоп, 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 стоп. Да, я не то нажал, но вот список, что... Список-то у нас остался почему-то. Сейчас, секунду, господа. Зависимые-то обратно я вернул. Так. Сейчас подумаю, как обратно откатить. Больше всего ненавижу, конечно, вот эту кнопку, которая без подтверждения удаляет группу. Она больше всех бесит, по-моему, не только меня. Ну, ладно. Так, сейчас мы попробуем придумать, как ее вернуть. Создать новую группу стоп-слов. Вообще она осталась у нас почему-то. В списке она осталась. Ну, нет, она что-то не хочет. Действительно хотите отмеченные стоп-слов? Нет. Так, не хочу. Не хочу. Обратно мне верни список. Так, да, все, она есть. Да-да-да-да, все. Вот. Она в мусор же кладется теперь, я забыл совсем. Так, насадка, значит, цилиндр, запчасти. Вот эти все ключи мы сейчас попробуем перенести в список. В общем, в обычный список, да, в независимые запчасти. Нет, запчасти мы так оставим. Нам надо будет только взять насадку. Насадка. Нет, стоп, а все, я правильно же добавлял. Чего я придумал это? Насадка, ремкомплект, цилиндр. Все, извиняюсь, все нормально. Я вообще зря это затеял. Так. Насадка. Ну, все, для мы потом еще посмотрим. То есть, мы отсортируем по для. И итогово посмотрим, что у нас остается. Автосервисная, машины, гараж на две машины. И вот здесь вот давайте сразу добавим на две машины. Будем удалять сразу тоже целую фразу. Фразы тоже можно удалять. Причем удалять как со стоп-словами, так же и в Директе и в AdWords это можно делать. Упала. Ну, упала вообще, мы уберем сюда. Упал. Упала. Так. БМВ, машина. Ну, ладно, это посмотрим. На подъемнике. На подъемнике. На подъемнике. Вот так вот тоже закинем сразу весь мусор. Так, портал. Чего там портал было? Так. Для деталей вытянуть машину. Моечная машина, да. Нет, стоп, моечная. Машина для мойки деталей, да. Все правильно, надо оставить. У нас же просто нет машины отдельно. Так, окрасочная, окрасочная, окрасочная. Китеренбург, АЕ, это что у нас такое? Подъемник. Так, ну, и должно уже, в принципе, из России, Челябинск. Стол из нержавеющей стали. Стол тоже, да, наверное, сюда добавим сразу. Стол. Так, именно словоформу будем удалять. То есть, столы, еще что-то мы будем оставлять. У нас есть столы там, но мы, опять же, постараемся почистить, чтобы сейчас мусора не было. Так, о, траверса. Пока оставим, хотя тоже такой сомнительный все эти запросы. Газель, азота, генератор азота у нас есть, напольный. Я напомню, я все выделил. То есть, у нас здесь весь мусор вместе. Так, это у нас остается метонная лонч. Это мобильный подъемник лонч. Ладно, так, оставляем. Траверсы для колес. Вот, кстати, поэтому, видите, траверсы для колес у нас остается, а колесо мы удаляем. Колеса для трансмиссионной стойки. Колеса. Видимо, тоже придется удалить. Колеса. Для колеса, может быть. Ладно. Так, модель. Что значит модели? Модели оставляем. Вес. Весит весами. Вес двусточечного подъемника. Сколько весит траверса? Весит, наверное, мы убираем. Вес нельзя удалять, потому что люди могут вписать, например, максимальный вес, который держит траверсы, ну, например. То есть, такое нельзя вписывать. Высота автомобильного подъемника. Высота гаража. Высота гаража. Давайте сразу высота гаража добавим. Так. Это мы все оставляем по... Что у нас тут есть? Руководство по эксплуатации. Да, руководство обязательно тоже. Руководство. О, признаки, по которым... По составу, по эксплуатации, по дереву. Давайте вообще все поудалим. Это будет наш предлог, который мы удалим. Наконец-таки мы его нашли. Так. Троммельберг. Понятно. О, мини-подъемник. Мини-подъемник. Так, глянем, что это за мини-подъемник. Сейчас в картинках. Сейчас я поотвечаю, ребят, на вопросы. Я пока просто скрыл немножко комментарии. Мини-подъемник наш тема. Тоже мы пока оставляем его. Так. Вопросы, значит. Хотел твоего экспертного мнения насчет малопоказов. Читал на одном форуме. Господи. Ты же знаешь, как я отношусь к одним форумам всяким. Малопоказов, что типа если к низкочастотным запросам, где мало появляется, добавить высокочастотник с 0.05, даже я сейчас догадаюсь, 0.03 ценой клика, то все будет замечательно. Нет. Это все давно уже пофикшено. Практически первых дней был пофикшено. Так. Диагностические сканеры мы пока оставляем. В общем, здесь все нормально, механические. В чем разница зависимые и независимые? Открой вордстат, вбей слово «купить» с восклицательным знаком и без. И ты сам себе ответишь на вопрос. Так. Электронно-механические измерительные системы. Мне кажется, что у нас здесь, конечно, начинается веселуха. ЗАО мы точно выкидываем. Всякие закрытые акционерные общества и тому подобное. Детекторы. Люфт, детектор, подвески. Все остальное мы оставляем. Но здесь уже по минимуму слова идут. В любом случае, мы сейчас до одного доходить не будем. Нет никакого смысла. Мы сейчас дойдем до 10, наверное. И этого будет с глаза. Аппарат аппаратов. Аппарат для проточки тормозных дисков. Гусеничный подъемник. О, вот он еще и гусеничный подъехал. Гусеничный. Гусеничный. Вот технические. Давайте посмотрим. Характеристики. То, что надо будет удалить обязательно. Ай, сейчас, господа. Выделим друп в окно стоп-слов. Ладно, руками просто сделаю. Вот что меня больше здесь бесит. Так, характеристики. Так, технические. Сюда. Техническое освидетельствование. Ну, это... А, вот, кстати, по ходу дела нам придется технические добавить еще в зависимые по ходу дела. Потом удалим дубль. Но по причине того, что техническое тоже не подходит. Технический подъемник. Нет, технический нельзя было удалять. Так, техническое. Так, так, так. Техническое. Руководство мы добавили. Так. Ай, темьюер. Техническое. Йо-йо-йо. Руководство. Да, все нормально. Так, колонн для подъема. Колонн груза. Груза, наверное, тоже удалим сразу. Груз, груза, грузики тоже. Я считаю, это все точно надо убирать. Изготовление. Изготовление. Изготовление тоже. Причем, для изготовления нам подойдет. А вот для изготовления нам придется удалить. Так, с гусеничным все тоже понятно. С цилиндрами мы уже разбирались. Вытяжка. Вытяжки мы все удаляем сразу тоже. Но удаляем вытяжка. С вытяжкой мы оставляем. Вытяжка без стапеля. Вытяжка с стапелем. Удаляем. Это точно не наши ключи. Кстати говоря, вытяжка авто без стапеля и прочее. Так. Ха-ха-ха-ха-ха. Bluetooth меня уже тоже начинает смущать. Ладно, оставим. Есть реальные диагностические определенные устройства, которые работают только по Bluetooth. Вулканизатор шин. Оставляем. Шины. Шин. Ладно. Так. Где? Где купить? Оставляем. Так. Не. Не держит. Не работает. Не включается. Не тоже сразу. Зависимый. Да, зависимый. Это с восклицательным знаком. Так. Форум, разумеется, тоже. Закидываем в независимое. Строительные. Строительная. Ну, здесь так много, повторюсь, почему здесь так много зависимых словоформ. Из-за того, что одна словоформа может быть, а с другой стороны другая словоформа одного слова не подходит. Строительная. Подъемники строительные. О, все. Это уже точно. Строительный. Точно удаляем. Строительная. В общем, всю тематику. Так. Без. Без установки. Без стапеля. Стянем без стапеля. Без тоже наверняка закидываем. Видите, здесь в принципе нет. Без стяжек. То есть, это все нам в первую очередь надо будет удалять. Почему предлоги засовываю в тип соответствия, ну, в выпуске тип соответствия, хотел сказать, во фразовой, в точной. Нет. Зависимые от словоформы стоп-слова. Почему? Потому что бывают предлоги типа как. И они могут иметь словоформу. Например, в Яндексе какая, какое и так далее. На удивление, Яндекс иногда это путает. Поэтому будьте аккуратны. Магазины. Магазины оставляем. Хоффман. Складные. Что складные? Подъемники. Складные. Опять эти все подъемники дурацкие. Пусть остается. Нормально. У нас есть час. Вот. На час. Это мы точно будем удалять. Что тут еще? Все можно по часу удалить. Час, 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 час. Да. Все отлично. Час тоже удаляем. Как рассчитать стоимость настройки интернет-магазина? Ну, здесь надо закидывать просто человек-часы. Условно говоря, ваш час стоит условно 2000 рублей. Если вам надо будет потратить 7 часов, значит стоимость настройки понятна какая. Но сразу говорю, что это стоимость настройки без учета ведения рекламной кампании. Не забывайте, что есть очень важная вещь. Это ведение кампании, которое нужно обязательно продавать людям. И чаще всего вы умудряетесь про это забыть. То есть настройка, это, например, может стоить там, ну, например, настройка может быть 50 тысяч, а ведение может быть 100 тысяч. Потому что вы еще будете полгода вести рекламную кампанию в конце концов. А можете там 6 месяцев вести. А можете вести 3 месяца. Можете вести месяц. Ну и прочее. Вот за счет этого вы должны уже все это прикинуть и посчитать. Передвижной еще на всякий пожарный засунем. Не нравится мне слово. Так, завод оставляем. Омск, яма, яма. Подъемник в яму гаража. Вот яма надо удалить будет, если у нас есть яма. Но здесь ее нет. Здесь показываются все словоформы. Не обязательно, что это словоформы есть в списке. Я лично видел недавно рекламную кампанию. У нас парень на наставничестве так сделал. Он закинул все словоформы. Так делать не надо. Ни в коем случае. Ну, в его случае это еще простительно. Просто у него тема такая, что можно. Здесь это уже было бы непростительно. Даже близко. Изготовление. Заказать изготовление траверса. Но вообще мы изготовлением не занимаемся. Поэтому, вот видите, грузиков как раз про то, что я говорил. Станок для изготовления грузиков для шиномонтажа. Это надо бы удалять будет. Давайте грузиков удалим сразу. И в словоформе в такой же. Так, ванна, Санкт-Петербург, жидкость, литры, подвески. Стяжка, вектор. Это название. Просто регулировка автоподъемника. Вот. Самый яркий пример. Смотрите, регулировка надо удалить. Регулировка стенда. А регулировки надо оставить. Ну, опять же, это только в нашем случае. И именно поэтому все настройки нельзя взять и сказать, смотрите, одна и та же процедура настройки рекламной кампании для этой кампании и для другой кампании. Нет. Все кампании разные. Только из-за того, что, опять же, мы собираем по свойски ключи. Мы как-то, например, где-то собираем только широкие ключи, где-то собираем только узкие, где-то определенные словоформы, где-то перемножаем, то пятое-десятое. Здесь, например, нужно обязательно чистить какие-то словоформы в других рекламных кампаниях. Достаточно все в независимый список засунуть и радоваться жизни. Там будет 2, 3, 5 ключей в зависимом только. Время установки деталей. Детали. Установка деталей. Ну, вот это детали как раз эти дурацкие. Детали траверса, детали, детали. Если не добавляли еще, да, добавим. Агрегатов. Вот, видите, сразу понятно, что не знает словоформа, эти словоформы, кей-коллектор, детали. Он бы сразу написал деталей и прочее. Он просто это слово не знает. Вот, кей-коллектор действительно грешит тем, что некоторые слова он плохо, ну, по сути, в морфологии узнает их. Агрегатов. Для мойки агрегатов. Агрегатов оставляем. Почему 4 формы, их же 3? Я же несколько раз объяснил, господа, ну что вы. Сканер, сканер. Ультразвуковая мойка. Так, вставляем. Еще, кстати, не забывайте, можно удалять зависимые словаформы, а можно удалять просто фразы. Ничего, к 4000 апдейту его научат. На самом деле все намного проще. Они бы давно могли подключить синонимайзер Яндекса. Но тогда бы кей-коллектор не оффлайн была бы программа, а уже онлайн. То есть, она бы уже все время к Яндексу обращалась. По сути, не синонимайзер, а именно подбор списка слов. То есть, словарь, по сути, его очень легко можно подключить от Яндекса и прочее. Но прочие, многие не знают словари некоторых слов, это правда. А Яндексовские, ну, как бы, такое большое количество обращений Яндекс просто забанит и все. Ну, по понятным причинам они так и делают. Так, подъемник роза-хутор, да, всякие розы-хуторы мы тоже, естественно, выкидываем. Горнолыжные курорты, горнолыжные подъемники. На всякий случай. Горнолыжный. Все это выкидываем. Хотя мы потом не будем добавлять, у нас не будет этих слов. Вот он, вал пошел наш как раз. Диаметр вала. Вал и вала. Рама. Рама под двусточный подъемник. Траверсы рамы. Стапель рама. Стапель для сварки рам. Рама для автоподъемника. Вот рама надо удалять, видите? А вот именно здесь геморрой. Техническая очень тематика. Лодка. Лодка. Ну, лодку вообще мы удаляем. Все слова формы. И видите, он их знает. Лодки, лодку. Лодка. Так, инструменты, инструменты, инструменты. Инструмент. Инструменты и набор. Инструмент для стяжки. Инструмент. Инструмент. Кстати, я вообще вот анализом групп не люблю собирать все это дело. Ну, по сути, вообще ключи не очень люблю собирать. Анализом групп я люблю другими вещами собирать. Но проблема в том, что только сейчас анализ групп нам может подсказать все эти моменты тонкие. Чаще всего не получится. Сделать через другие инструменты. Либо придется весь список. Здесь тоже перебирать будет тяжело. Либо, ну вот, опять же, моим любимым инструментом. Сейчас не получится ничего сделать, потому что нам нужно второе слово, которое там есть. Подключенное, скажем так, к слову дополнительному. В других случаях мы бы могли просто списком уже прочистить, и было бы все хорошо. Инструмент, инструмент, инструменты. Ну, давайте инструменты удалим. Инструменты. Почему я так досконально делаю? Еще раз объясню. У нас будет несколько рекламных кампаний. Первая поисковая. Ну, там еще мы все это бы добили на месте, да. А вот для динамической рекламной кампании, у которых нет ключей, у нее только, по сути, стоп-слова, которые вы соберете, и список всех, абсолютно всех, по сути, ну, на фильтрах, конечно, основанных, фидов данных, то есть все, все то, что есть в самом фиде данных, особенно в заголовок, будет учитываться. То есть, представляете, какая там какафония говна будет, если мы не соберем стоп-слова тщательно. Я вас уверяю, будет жестко. Так. Можно независимую просто галочкой отмечать, зависимую же ручкой, можно. Можно. Канавный, канавный, канавный. Подъемник, кто там говорил, что подъемник нормальный ключ? А ну-ка, признавайтесь. Причем канавный вообще надо было даже сюда удалить. Канавный. Надо было вот сюда его добавить. Ну, тут как раз можно через кнопочку нажимать. Да, кстати, будьте аккуратны. Раньше кей-коллектор очень любил удалять, в смысле, у него, короче, очень, он любил виснуть, когда вы фильтром пользуетесь, и у вас могли бы вообще ваши стоп-слова слетать. Поэтому рано или поздно, лучше всего стоп-слова открывать и закрывать заново. Тогда все будет нормально. Так, конус для шиномонтажного станка. Конус, конус, конус. Давайте узнаем, что такое конус. Так, искать в поисковой картинке, глянем. Понятно. Конус мы, причем, опять же, конус мы можем удалить, а с конусом нельзя. То есть, получается, вот как раз здесь надо в зависимый тип словоформы отправлять. Хотя конуса умудряются люди писать. Ну, ладно. Один ключ, ничего страшного. Канавные разобрались. Китай, конструкция. Конструкция, конструкция. Господи. Неправильно написал. Поэтому, кстати, руками лучше ничего не вписывать. Либо очень аккуратно проверять. Так, умо. Ну, это все нормально. Гост. Гост и оставим пока. Хотя тоже сомнительно. Под траверсы есть какие-то госты. Грузоподъемность. Так, мотоподъемник. Это мы оставляем наш ключ как раз. Поляна. А, под поляна, конечно. Красная поляна и все, что. Поляна. Вот это как раз подъемник. Подъемник силы. А если бы мы сейчас добавили этот ключ, подъемник, ну, мы бы получили вот такое вот, опять же, какашку. Просто вырос я, и мы бы думали, что вот, слово плохо работает. А плохо оно работает, потому что просто мы его не зачистили и оставили как есть. Но, естественно, это не так. Слово надо было удалить. Подъемник автомобильный техносоюз. До. Так. Волгоград, Тверь, Белгород. Раздача. Для раздачи масла. Да. Споттер, Секам. Плунжерный. Плунжерный автомобильный подъемник. Глянем, что это такое. Нормально все так. А, я уже вчера смотрел. Рейтинг дешевый, дешевый, дешевый подъемник. Ладно, так. Задняя пружина, стяжка, колонны. Траверсы базы, колонны. Так, сейчас глянем, насколько все страшно. Колонны надо добавлять, да. Колонны знают, отлично. Так. Гипсокартон. Гипсокартон. То есть, как только мы добавляем какой-то широкий ключ, сразу же понятно, вот как раз подъемник, роза хутор. Я добавляю на всякий пожарный, повторюсь, подъемник, я слово уже удалил. То есть, этого, в принципе, там не будет изначально. Мы его просто почистим на всякий пожарный, во-первых, отсюда список, а во-вторых, мало ли чего. Потому что РСЯ это дело такое. Умудряются такой мусор в РСЯ показывать по таким нерелевантным запросам. Лучше перекреститься. И перестраховаться. Коленчатый подъемник пожарный, 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 тоже, тоже, пожарный. Просто даже какой-нибудь подъемник у нас там 10 тонн, будет пожарный, подъемник 10 тонн. И вы потом будете сидеть и думать, а что же опять не покупают. А вы не будете знать, что у РСЯ вот такая вот жопа творится. Ну, например. Хотя и РСЯ мы сильно не будем делать, но... Смарт-баннеры, пожалуйста. Так, оборудование для СТО. Это нормально все. Так. Оков. Это литья литых дисков. Ошибки. О, ошибки. Ошибки. Все, ошибки точно. Ошибки у нас прям сразу в мусор идут. Так. Ну, мы уже до 10 дошли. В принципе, далее можно не идти. Сейчас мы вот закончим с десяткой. База. Что там за база? На базе газ. Автоподъемник на базе. Газ. База. Тоже удаляем сразу. Клапан. Клапан автоподъемника. Вот он. Вот смотрите. Траверсы клапана. Подъемник клапана. Клапан для ресивера компрессора. Обратный клапан. И где-то у нас для клапанов. Вот есть еще что-то там, по-моему, для чистки клапанов. Если вы не ошибки. Помните, мы собирали вчера. Поэтому мы не можем добавить просто в зависимые. Клапана. Можем удалить. А вот клапанов нельзя. А при этом, видите, клапанов он не видит. Просто потому, что он некоторые слова формы тупо не знает. Участка участков. Так. Оборонение участков. Нормально. Центрах. Установка деталей в центрах. Подвесной. За центр. За центр не знаю. Подъем. Подъем. Давайте еще подъем удалим, во-первых. И за центр. Кстати, если вы не уверены, то тоже все удалять не стоит. Особенно новичкам. Потому что вы можете настолько сильно сузить трафик, что потом практически никто не будет кликать на вашу рекламу. То есть иногда нужно... Ну, то есть здесь должна быть золотая середина. Вывешивание двигателя. Вывешивание. Вывешивание надо удалить. А вывешивание надо оставить. Как хитро. Вывешивание. Копирую просто. Вывешивание. Добавляю. Техническая тематика. Здесь ничего не сделаешь. Так. Траверса лэп. Лэп сразу в мусор летит. В словоформу, кстати, единственную. Потому что там может удалиться все, что угодно потом с этим всем. Профиль для траверсы. Профиль монтажный. Профиль. Резиновый профиль для траверсы. Профиль. Все. Профиль тоже. Профиль. При этом с профилем еще что-то нам надо оставить. На всякий пожарный. Панели. Траверсы для панелей. Для сэндвич панелей. Вот все, что это. Вот здесь можно все удалить. На самом деле. Панели. Ладно. Но панели оставим панелью. У нас же общий список. Пока мы делаем общий список. Чтобы не было никакого. Траверсы для сэндвич панели. Себек. Геометрия. Геометрии. Вот стенд для восстановления геометрии. Геометрия кузова на стапеле. Ладно. Все. Геометрия. Заодно удалим все, что связано с каким-нибудь геометрией для какого-нибудь мусора уж окончательного. Текст. Ну что. Теперь смотрим итогово, что получается у нас по такому вот списочку. Удаляем. У нас уже 10 тысяч ровно строк осталось. Прикольно. Юбилей. Вот. Мы удаляем 3687 запросов. Давайте глянем, что же мы удаляем. Это только зависимое. Сначала смотрите, что удаляете. Во-первых. Видите, у меня попался подъемник автомобильный. Вот смотрите. Видите? Значит, что-то не так. Всегда смотрите, что удаляете. Вот автоподъемника. Видите, попалось. Почему? Потому что не зависит. Вот оно. Так можно очень сильно налететь, на самом деле, на какой-нибудь жесткий автомобильный. Галочки надо снять сначала. Сейчас мы снимем. О. Так. Еще раз заход. Смотрим, сколько у нас. 600 фраз. Видите? Совсем другая история. Установка автомобильного подъемника. Запчасти. Вот то, что нам надо будет удалить. Давайте глянем теперь еще раз в истину. Глянем, что удаляется. Технические характеристики. Демонтажи. Трос. Вес. Ну, вот теперь все хорошо. В общем, делайте всегда все аккуратно. Потому что здесь обратно можно и не вернуть список. То есть, здесь есть кнопка обратно, но работает она, ну, скажем так, как лотерея. Так. Все. Удалили этот список. Теперь идем к второму списку. Зависимое. Только здесь выбираем как раз зависимый список. Не бойтесь, список есть. Он на месте. Надо просто скинуть. Аккуратненько проходимся, смотрим. Подъемник Авито. Вот у нас, кстати, 600 фраз ровно удалилось. 338 фраз еще здесь тоже помечено. Давайте глянем их на всякий пожарный. Просто можно удалить случайно целую группу. Прям вот. Очень часто бывает такое. Подъемник для лодки в гараже. Устойчивость. Проточка тормознений. Да, 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 да. Да, все нормально. Переносим в корзину. Закидываем. Все нормально. Так, итогово у нас остается 9000 фраз. Это много, разумеется. Нужно ли их все сейчас будет обрабатывать? Ну, посмотрим. В принципе, у нас и так они все сгруппированы. То есть, нам не надо будет ничего придумывать. Нам надо будет только пройтись еще раз. Так, что сейчас будем делать? Сейчас, господа, позакрываю лишнее. Как насчет подъемник в кавычках. Там Россия тоже говна нас собирает? Разумеется, разумеется. Вот, привет, Антон. Вот Антон вам может рассказать про это все дело очень прям подробно, если вам интересно. В нашем случае никакие ни подъемники, ничего такого не подходит. Бюджет ограничен. Нельзя тратить сейчас. Пойти 150 тысяч в мусор выкинуть не получится. Так. Ну, давайте пройдемся все-таки моим любимым способом. Я выбрал сейчас все фразы. Просто отправлю выделенные все свои вообще, по сути, слова, которые есть в список. Сейчас отсортирую от А до Я и пройдусь просто, посмотрю, что там может быть. У меня, благо, вот есть такой большой списочек. Сейчас посмотрим, куда чего можно добавить. Просто пройдемся, глянем. Так, 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 так. АГМ, Агула, Эйрлайн. Ну, это все мы оставляем. Тут пока с этим особо сильно мы ничего не сможем сделать. Фокус или что-то, Форд, прочее. Я думаю, что это удалять. Хюндай такое сейчас пока занятие. Мы потом посмотрим, если вдруг что-то у нас, вдруг там какой-то мусор пойдет на каких-нибудь срезах, то будем удалять. Авиамодели, авиации, ничего себе. Авиационные еще тоже надо удалить. Автобуса. Автовышка. Автокад. Автокад тоже. Автокран. Автокран, кстати, тоже надо удалить. Автомат. Ну, пока оставим. Автомобили, разумеется, снимем галочку. Заметьте, фраз-то уже немного. Я уже долистал докуда. Так, админ. Это все в независимый у нас пойдет сразу адаптер. Все это мусор, я не хочу даже с этим пробовать заниматься. Аксессуары. Да, тоже вообще в мусор пойдет. Алиэкспресс точно. Алмазные, Алматы. Ну, оставим пока. Альфа. Анализ. Кстати, добавляет он на рандомный. Я предполагаю, что есть какой-то список, который, ну, по сути, на английском, кстати, точно надо удалять. Который, по сути, где-то записан внутри кей-коллектора. И он сам автоматически его каким-то образом остану, кстати, только. Вот мы удалим сразу же. Зачем он добавляет в любом случае галочки. И будьте аккуратны. Нельзя просто до середины списка дойти и все. И забить. Безопасность тоже, наверное, туда уберу. Безалмазные, башни. Башни тоже удалим. Башмаки тоже. Даже с башмаками, если что-то идет, то пофигу. Так, бесплатный бизнес. Бизнес тоже удаляем. Блок БМВ. БМВ даже хочет удалить. Блок оставим. Так, браковка. Бочка. Удалим на все экипажи. Ну, потом, если что, посмотрим. Мы не будем прям удалять все фразы. Если у нас какая-то история вдруг случится, то мы бэушный. Вот это я первый раз вижу, чтобы бэушный вот так вот писалось. Теперь надо тоже будет знать и запомнить. Так, бугель. Вас, ванна. Нет, ванну мы, естественно, оставляем. У нас ванна есть, великий-великому Новгороде пока тоже оставим. Весы весит и прочее. Википедию тоже удаляем. Витары. Эта машина у нас такая. Так, Владимир внутренний вместит. Так, воздуховоды. Ладно, пока их тоже оставим. Воробьеву гору удалим. Это всякие подъемники, вот все мусорные как раз, которые есть. Так, вулкан. Ну, это вулканизатор, не казино-вулкан. Выкуп. Выкуп тоже удалим. Выезд, выездного, выездка. Оставим пока. Так, высоковольтное. Вытягивание. Вытягивание, вытягивают. Ну, опять же, для вытягивания. Это потом надо будет только убирать какую-то определенную словоформу. Газ, газовая. Ну, оставим опять же. Газовая камера. Гараж вставляем. Гаражный гарант. Горо пока оставляем тоже. Германия. Гибридный гидравлический ГЛК. Гном. Говорящий. Говорящий удаляем. Так. Горит. Горит лампочка еще что-то. Так, горки. Все это тоже удаляем сразу. Горнолыжники. Горный. Вот то, что видите, я пропустил изначально. А как-никак это может вам попадаться потом. Гранд Витара как раз все та же самая. Грузоподъемник. Гусь. Гусь. Гусак. Так. Двери. Ну, вытягивание двери мы должны оставить. Так. Демонтаж. Оставляем. Делфи. Делфи – это компания такая. Так. Дели. Джойстик. Джойстик, пожалуй, тоже удалим. Так. Дефектоскоп оставляем. Диаметр дилер. Дилеры мы сами будем дилеры. Диски мы оставляем. Во всех проявлениях Днепр удаляем. Домашнего убираем. Так. Домкрат. Это у нас есть допуск. Допуски – это информация такая. Ну, информационный запрос удаляем. Других пока оставим. Так. Дуката тоже у нас является запросом. ЖБИ – железобетонные изделия. И ЖБ тоже удаляем, потому что это никакого отношения к нашему СТО. СТО и СТО к различным инструментам для СТО не относится. Ёмкость. Ладно. Заглубляемый. Ладно, пока тоже оставим. Замена. Замены. Запаска. Фиг с ним. Пока тоже оставим. ЗБС. Интересно, что это такое. Игрушка. Вот. Игрушку удаляем. Игры удаляем. Ну, это наши стандартные запросы, по сути. Иваново. Зона. Ну, ладно. Пока тоже оставим. Изоляторы какие-то. Изобрел удалим. Издательство. Так. Изгиб. Ну, изгиб на всякий случай оставим. Инкост. Инструмент, разумеется. Так. Использование итальянское. Использование тоже, наверное, удалим. Кабели. Давайте удалим кабеля. Кабельный. Кабельных. Так. Кара. Капота. Каперы. Так. Это все мы оставим пока. Клепаного. Клещи. Клещи мы убираем. Ключ. Да. Тоже удаляем. Кот. Ковшовый. Ковш. Интересно. Колясок. Да. Это просто калибри, например, я не удаляю, потому что вполне возможно компания и название того, что мы продаем. Так. Кондуктор. Тоже, наверное, оставим. Контейнер. Наверное, удалим. Так. Конструкции. Оставляем. Кораблей. Корабельный. Так. 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 Корея. Корея. Крас. Крайслер. Крановый. Красногорск. Красный. Крепление. Ладно, пусть остается. Кровать мы удаляем. Кривошипный. Да. Вот здесь уже тяжеловато пошло. Но зато видно, что здесь хоть и сложно, но сейчас мы сделаем. Уже будет очень-очень хорошо и чистенько. Кухонный. Да. Кузовные работы мы все оставляем. Куда? Куда тоже, наверное. Куда съездить, чтобы что-то, что-то сделать. Так. Лазерный. Ларгус. Лаунчер. Лаунчер. Лаунч у нас есть. Мы видели. Лэнд. Лэнд крузеры всякие разные. Линии. Линии электропередач у нас что-то было, поэтому тоже удаляем. Линии передачи ЛП. Вот тоже надо будет удалить. Лобня лодочного. Луч. Лэс. Не знаю, что такое, оставим пока. Так. Майнкрафт точно удаляем. Вот Майнкрафт есть всегда. Маленькая. Маленькую тоже мы удаляем. Макферсон оставляем. Мальков. Малька. Малька почему-то. Не знаю, почему. Ну, тоже выкидываем маркизы. Ладно, оставим пока. Я просто с марками боюсь что-нибудь удалиться. Так. Материал. Ну, оставим. Наверное, нет. Тоже удалим вот так. Машина, естественно. Вот так. Машина и машина. Машина. Маленькая. Так. Мебельная. Поехали. Мебель тоже удаляем в таком виде. МДФ тоже удаляем обязательно. Медицинский удаляем. Так. Метта. Мерседес. Мерлен. Леруа Мерлен. Все. Пока оставим. Мойка. Модернизация модель. Моделизма. Вот. Что-то я где-то видел. Моделизм. Это точно надо удалять. Так. Напомню, это все слова, которые у нас есть в списке. То есть, у нас есть там мусор. Это уже здесь можно понять. Мотоцикл. Мотоподъемник. Так. Моющие. Моющие средства. А, нет. Моющие у нас там ванны какие-то есть. На всякий случай оставим. Хотя, я думаю, что надо удалить. Все-таки вот так. Мурманск. Так. Мультирмарочная. Набор. Набережная. Так. Нагреватель. Ну, если что, мы обратно сейчас все откатим. Какое-то одно слово. Два-три. Вернем, если нас будет как-то смущать. Так. Наклейка. На стены. Так-так-так. Недорого. Нексия. НИВУ. Оборудование, разумеется, оставляем. Образца. Огнетушителя. Одновинтовые, одноматочные. Это все мы оставляем. ОКВЭД, да, удаляем. Так. Окно ОКПД. Ладно, пусть остается пока. Непонятно. Так. О, все-таки удаляем отсюда. Точно уже мусор. Оптические. Оставляем. Оптом оставляем. Так. Орион. Отжимает. Откидной. Откидной. Очистки. Панель. Палуба. Палетных. Палет. Удаляем точно. Пасечная. Не знаю, что там такое. Прусника. Даже не знаю. Так. Педаль. Пензия. Педаль, наверное, тоже удалим. Педаль. Перми. Перем. Пистолеты. Тоже удалим. Петля. План. Пластиковая. Платформенная. Оставляем. Плунжерный. Это все наша тема уже поворотная. Подбор. Подбор. Оставляем. Погрузчик. Погрузчик точно удаляем. Подкатные. Подкатного. Подольские. Так. 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 Помощь. Порно. Вот она уже наконец-таки. Даже здесь в этой тематике есть порно. Но есть вообще порно. Даже лендинг пейдж написано. Я помню, был ключ вендинг пейдж порно или что-то такое. Поэтому, в принципе, я не удивлен ничему. Так. Поршня. Хотя мы удалили словоформу одну, но поршня нет. Это поршня. Наверное, тоже надо удалить. Так. Постановка. Поставка. Так. Ладно. Прибор. Приводом. Приемные. Признаки. Признаки точно надо удалить. Вот когда у вас глаза полезут на лоб, значит, вы уже подходите к концу вашего списка. Приора. Так. Присоски. Приспособ. Мба. Приспособление. Приставка. Прицеп. Так. Про баланс. Проект на производителей. Прокат мы оставляем. Прокаточные всякие. Прокат это металл, еще что-нибудь. Мало ли у нас всякие установки, они тоже прокаты делают отчасти. Так. Пропитанные удаляем. Прочность. Пружины. Так. ПТУ. Вот то, что нам точно надо удалить. Работа всерадиусной. Раздача, раздатка. Размещение. Так. Растяжка. Расценка. Реагент. Рвет. Так. Регулировка. Редуктор. Резак. Резиновое оставим. Резко оставляем. Рельс. Рельсовый тоже удаляем. Я понимаю, что это у нас относится к чему-то, к этому, господи, к стапелю, но я удаляю это все. Так. Реферат. Ресторан. Робот. Ладно, оставим. Ронда. Самолет. Да. Самосвал тоже. Да. Самообслуживание тоже. Да. Самостоятельно тоже. Сборка. Сборьем. Сертификат тоже. Вот все это нам нафиг не нужно. Скани, 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 сканеров скачать. Да. Скидка. Ладно, пусть остается пока. Склада. Склада. Служба смазать, смазка. СТО, наверное, оставим все-таки в таком виде. А то мы все-таки удалим что-нибудь лишнее. Снасть. Смета оставляем. Соболь. СНИП. СНИП все-таки удаляем тоже. Не очень они подойдут. Советских, наверное, тоже все это. Состав. Сорочаны. Во, мусор пошел как раз. Сотник. Сочи. Спик. Спорт. Сплав. Сплав. В любом случае удаляем. Спорт. Споттер. Так. Спрос. Спуск. Стабилизатор. Станок. Стандарт. Стальные. Стальной. Станкоимпорт. Станции оставляем. Стационарные стекла. Когда он закончится-то этот список. Сто. Вот он. Стоечных. Стойка. Стойки. Стремянки. Ступка. Так. Судно. Субару. Стяжка. Сузуки. Сумы. Так. Сумы точнее, наверное. Там правильнее так. Счетчик. Ну, давай уж заканчивался список. Таблица. Так. Таймер. Так. Техника. Тоже остается. Значит, что у нас дальше? Технология. Да, вот это, наверное, уже все нужно удалять. Так. Титаны. Погнали. Ну, вроде как. Трансмиссионные. Транспорт. ТРВ. Так. 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 И... Узлы. Фильм. Все. Уже практически финиш. Фу. Так. Цилиндр. Что? Что? Так. Царапает. Хе-хе-хе. Цепь, наверное, нельзя удалять. Там очень многое будет на цепи завязано. Так. Чайка. Чайка. Чингет. Так. Что? Наверное, что тоже мы удалим. Как раз чем? Щуп. Щуп. Щит. Ну и, кажется, все. Мы уже подходим к концу. Эвакуатор. Эвакуация. Элеватор. Экструдер. Экспресс. Эксплуатация. Эксплуатация. Эксперт. Эксперт тоже удалим. Экзаменационная. Ну, потому что это всякие разные вакансии. Еще чего-то. Электромагнитная. Электроманшин. Электрик. Электрик тоже, да. Элеватор. Тоже все нафиг. Так. Эльбрус. Это название любого какого-нибудь прибора. Это тоже удаляем. ЮАО. Язык. Ява. Ямаха. Ящиков. Так. Ямочный. Ямный. А, ямочный надо оставить. Так. Ну все. Теперь это все добавляем в независимые. Могли бы, кстати, добавить в отдельный список, но я не стал даже заморачиваться. Теперь этот списочек мы заново проходим. 381 слово. Что у нас было помечено? Безопасность. Безопасность. Да, это все мы в мусор, в корзину кладем. Сейчас мы проверим, сколько у нас всего было. Ток. Стоп, 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 стоп. Секундочку. Истина. Глянем. Браковка. ЖБ. Смоленск. О, да. Это все наши фразы как раз получаются. Башня. Адаптеры этих. Блообменник. Ну, в общем, весь мусор как раз, вот он есть. И, как вы видите, даже есть ключ для правки дисков. Ну, то есть, нам это не подходит никаким образом. Мы это все как раз зачищаем. Самые широкие, видите, есть запросы. Покрасочная камера, еще чего-то. В общем, все это мы кидаем в мусор. Да. В корзину. Можно было его тоже в отдельную корзину при желании добавить, но я это так упущу. В итоге, у нас остается сейчас 8000 фраз. Давайте заглянем все равно вниз, что у нас остается. По частотности давайте уж тогда сортируем. Стапель спонсенсии какой-то. Паспорт. О, надо еще паспорт. Вот, и ремонт еще остался. Давайте вот теперь такие спорные слова мы посмотрим. Ну, паспорт, понятно, мы можем удалить. Это такой запрос информационный. А вот ремонт, давайте глянем, что у нас по ремонту. Я как раз его хотел все посмотреть. Сколько тут? 203 запроса. Ремонт, ремонт, мини-спотер для кузовного ремонта. Видите, нельзя удалить просто. Опять же, надо будет удалять ремонт. Ремонт, в любом случае, ремонт. Вот, можно его отметить и отправить в зависимом типе слова форм. Да, надо снять будет так. Еще раз. Да, перенести ремонт шиномонтажного оборудования в корзину. Ремонт, сразу говорю. А если вдруг человек закажет новое оборудование, если ему понадобится новое оборудование, он начнет его искать, ребят. По-другому реклама не работает. Не думайте, что вы намного умнее других людей. А типа я ему покажу. То, что он еще не думает, еще об этом не думает. О покупке нового оборудования. Нет, такая тема не прокатит. Он может через полгода купить, а у вас в рекламе он продержится 28 дней. Ну, то есть, такая история. Да и может вообще не купить итогово. Так, балансировочный. А вот мусора как раз с этим может прийти очень много. И люди могут заходить. Зеркало, подъемник. Наверное, сейчас мы все-таки еще будем чистить. С первого раза, видите, не получилось до конца зачистить. Так что будем сейчас топ-слова еще чистить. Зеркало. Так, вопросы какие-то были. По поводу бытовок, микросовет, директе, дорогие клики. Забейте вообще на бытовки, на эту тему, потому что клики будут там всегда дорогие. Просто не мучайте себе голову. Вообще на тему уже, да, я уже все уже много раз говорил. Интернет-магазин наручных часов, оригинал со средним чеком около 3000. Это, видимо, чеки так. Высокий... 3000, не 1000, видимо, а 3000. Высокая конкуренция. Сейчас крутится только в SEO прибыль 50 тысяч в месяц. Какие еще источники трафика можно использовать, чтобы выйти хотя бы на прибыль в 100 тысяч? SEO практически потолка достигли. Директ на поиске. Очень высокая конкуренция, высокая цена клика. Но, по-моему, надо попробовать всякие разные другие инструменты, а-ля Яндекс.Маркет. Вообще, часы со средним чеком 3000 рублей. Забудьте о том, что в контекстной рекламе вы будете каким-то образом хорошо крутиться. Там и так уже давно-давно засели крупные компании. Я даже не могу вам посоветовать там динамическую рекламу, смарт-баннер или что-то еще. Это очень малоинтересная история. Только если СММ, еще какая-нибудь такая история, связанная с интернет-магазинами в соцсетях, с рекламой товаров тоже в соцсетях, заходом в какие-то группы, продажи через блогеров, наверное, что-нибудь такое. Но контекстная реклама, она для вас закрыта, потому что там практически три компании скупили рынок всей контекстной рекламы. Вы все прекрасно знаете эти магазины, и туда выкладывается очень большой бюджет. Магадан про версия на уровне с кей-коллектором или все же он хуже? Не, я не говорил на эту тему. У меня стоит Магадан. Платная версия у меня когда-то была, она где-то валяется. Но как только я начал пользоваться кей-коллектором, Магадан я, в принципе, на помойку сразу отправил. Но мне он лично не нравится вот никак. Но это мое личное мнение, и оно может не совпадать с вашим. Предполагаю, что люди каким-то образом все равно им пользуют и получают хороший результат. В некоторых случаях можно вообще забить на кей-коллектор, и можно сделать руками. Если вам один раз это нужно сделать, да пожалуйста, если у вас маленькая рекламная кампания, тоже, пожалуйста, вы можете взять и сделать рекламную кампанию. Траверсы. Что-то какая-то... Не нравится мне запрос траверса. Уж слишком на 60 тысяч базовой частотности, уж слишком много всякого разного. Но тут Алиэкспресс рекламируется, поэтому в рекламе внизу в гарантии, наверное, можно оставить. Попробовать хотя бы. Ну ладно. Так. Подъемник на высоту. Да, высоту надо еще удалить. Высоту. Так, размеры мы оставляем. Это уже интересный запрос. Ну, смотрите, у нас как раз есть запросы а-ля подъемник, размеры. Вот если у вас... Если вы до этого не собрали стоп-слова, вот например, по запросу подъемник, да, то мусор может пойти такой. Роза-хутор, подъемник, размеры. Ну, или что-то типа того. Потому что здесь тысяча частотность. И сейчас я в этом подъемнике размеры более-менее еще уверен. Но до этого я бы очень был в нем не уверен в этом запросе. Стяжки. Так, так, так. Давайте еще раз от Адая просортируем их. Потому что самое сейчас важное будет все-таки до конца зачистить ключи. Так. Чиф. Масс эффект. Вот он. Ну, конечно, конечно. Масс эффект полностью будем убирать. И масс, и эффект. Как вы понимаете, это неинтересные нам запросы. Так. Мант, дилерский диагностический сканер. Сканер, ладно, оставим. Матрикс, пресс гидравлический оставляем. Нордберг. Вначале, повторюсь, больше всего мусора. И в конце обычно мусора очень много. Сильверстапель. Подъемник. Ну, пока это все оставляем. Но, скорее всего, я сейчас возьму... Уберу, конечно, частотности меньше, чем 50 из этого списка. Потом, после того, как мы это все зачистим, посмотрим. Сейчас еще подойдем поближе. Наверное, всякие подъемники будем, как минимум, таким образом проходить. Потому что... Иначе получим очень много все равно. Не то, что мусора. Просто у нас будет очень много ключей, которые... Если мы будем использовать шаблоны, например, объявления, да, автовулканизатор или автоподъемник легковой, будет автоматически подставляться, то мусор как раз тот нужно будет оттуда... Ну, сейчас покажу и объясню, в принципе, в чем проблема. Так. Здесь уже все нормально. Мы так потихонечку. Opel Insignia. Это я все буду, наверное, оставлять. Хотя, на самом-то деле, Opel Insignia, да, какой-нибудь подъемник Opel Insignia. Что за подъемник? Чего подъемник? Подъемное устройство для окон. Вот чего я могу и боялся. Подъемник. Давайте попробуем, что там была. Lada, седан, баклажан. Гранта, наверное, или что-нибудь. Я уж не помню, как они еще называются. Так. Так. Что-то не нравится мне уже на тему автомобилей. Давайте попробуем. Там я видел еще, по-моему, ВАЗ запрос. Да, что-то мне как-то уже стрёмненько. Видимо, сейчас придется выпиливать их. Давайте, знаете, как сделаем? Выпилим их обычным способом. Сейчас я выключу группу. Напишу, просто сделаю группу. Какую-нибудь назову ее мусор. Мусор. Но туда же... Ну, это, по сути, корзина будет. Просто в эту корзину я сейчас набросаю мусор автомобиля. Назову ее именно мусор. Мусор марки автомобилей. Марки. Марки авто. Помечу, естественно, ее красненьким. И здесь мы будем... Ну, просто, по сути, дочищать все наши сейчас марки, которые мы можем... Давайте просто, опять же, добавим списочек быстренько. Искать фразу в поиску... Ой, блин, фу, извините. В удаленной... Ну, ладно, пусть будет так. Сейчас мы быстренько просто пройдемся. 21... Как вы, автомобиль-то? 2108, 2107, 2101. Так, что там еще? 2109. Это девятка. Это тоже девятка. Десятка. 14-я, 15-я модель. Это я уже не знаю, какие модели. Так, это мы... Андроид. Андроид меня тоже смущает. Так, аппруфт. Так, быстренько найдем автомобиль, тогда их уберем. BMW. Ну, просто, по какой причине это может случиться? Человек ищет себе подъемник машины BMW. Подъемник чего угодно. Подъемник стекол, подъемник 5-го, 10-го. То есть, мусор может там как следует идти. Ченджер, чекер. Так, так, так. Цивик. То, что было из популярного у нас точно. Удалять просто наобум тоже нельзя. Мы можем так получить очень-очень узкий трафик, потому что мы можем удалить какую-нибудь модель какого-нибудь подъемника или чего-нибудь еще, и человек не будет видеть нашу рекламу. Так, Ford еще у нас есть, Focus, Ford, Ford, Fiesta какая-нибудь. Нет, этого уже нет как раз, отлично. Так, на G, на G, на G у нас вроде ничего нет. GM, только General Motors, наверное, какой-нибудь. Так, не, не буду удалять, уж слишком узкое слово. Хоффман, Honda, Hyundai, так, Infiniti, iVeco тоже удалим. Ну, Hyundai мы посмотрели, нету таких подъемников фирмы Hyundai. Если они есть, то это подъемник какой-нибудь, который такой подвижный, скажем так. Так, Mass Effect мы вроде... Ну, ладно, еще раз пометим. Список будет отдельный какой-нибудь. Вот, я сюда добавлю список 4. Так. Nissan. На M Mitsubishi еще, может быть, было. Нет? А, есть, вот она Mitsubishi. Так, и Mercedes-Benz какой-нибудь, да. Так, 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 так. OBD мы оставляем. На O у нас вроде компании особо нет. Какая-нибудь Kia, только какая-нибудь дурацкая, может быть. Optima, да, вот она. Так. Polaris, ну, есть Polaris, такие вездеходы, это Polarus. Интересно, что это такое. ProTech, Priora, вот она еще, Priora же у нас. Range Rover мы уберем. Так, что еще у нас здесь? На R компании у нас какие есть автомобильные? Так, так, так. Samsung, интересно даже. Ладно, Samsung мы удалять не будем. Так, Sedan, наверное, тоже удалим. Civic. SunYong. Нам надо найти будут те же самые сейчас названия, только на русском еще. TTTTT, Tony, Toyota, Touareg, X-Trail. Vag, ну, все удалим с Vag связанное. И вроде как Vibasto еще что-то, уж не знаю. Ой, Vibasto. Не знаю уж почему, от чего, но мне не нравится. Zonda оставим. Так, о, пошли галочки опять нити. Все равно придется пройтись по списочку. Так, на A у нас вроде только Astra может быть, так что быстренько проходимся. Astra ищим. Astra, да, вот она. Так, 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 B, 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 B. Берег. BMW, да, то, что мы будем удалять. Самое лучшее удалять, самое важное, это именно, даже не модели, а именно сейчас, ну, там, давайте подъемник Mitsubishi просто попробуем. Mitsubishi. Ну, вот, как бы подъемник Mitsubishi, чтобы вы понимали. Вот, по этому мы удаляем сейчас это все. Так. Подъемник. Причем что-нибудь для подъемника Mitsubishi. Это примерно будет та же самая история. так верхний вертолет ВВВВ Вася какой-то так что там Вася был в смысле Вася да Вася интересно подъемник Вася так Витара значит что это у нас дальше все всех Волга, Волга тоже, да, убираем Так, газ Будем, я не знаю сейчас насчет слова формы, посмотрим, где потом надо будет удалить Так, Грант, Грант Фитара, наверное, ну, в общем, это мы удаляем Газ, Волга, так, грузовая, грузовые дверей Демонтаж Диски Можно удалить, правда, списком по-другому еще Можно взять, достать список вот так Список Брендов авто Ну, типа Митсубиси и там подобное Вот, и вот таким списком Что, где, где, вот он Можно, в принципе, тоже удалить Но видите, здесь на русском и здесь их слишком много То есть всякие разные левые нам не нужны А еще нам надо на русском Можно попробовать на русском Или транслитерации можно попробовать еще посмотреть Видите, их маловато на русском-то Так, газ какой-нибудь В общем, все это слишком геморройно, поэтому руками Можно легко, в принципе Так, дорогие, доп Дастер Рено, значит, еще надо добавить будет Екатеринбург Ага, геморройно, по-другому Сейчас корейский ищу, чтобы вы понимали, что-нибудь связанное с Кореей. Корейской нет никакой. Кия. Корейская как раз. Так, ну и все должно было быть. Так, Кия. Лаборатория, лазерный лазистер. Так, 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 так. Лыжный люк, магнитный. Так, материалы, машин. Мойки мы оставляем. Мотоцикл. Митсубиси. Митсубиси. Ну, сейчас хотя бы часть удалить. МТЗ. Это эти всякие тракторные заводы нам не нужны. Митсубиси нашел, а Мерседес нет. Еще Мерседес надо. Мерседес убрать. Еще у нас... Все, ладно, нормально. Так, не будем все это заострять. Внимание, сейчас нет смысла. Так, обогрев, одинцовый, объем, окраска, оптима опять же какая-нибудь. Оп. А вот здесь уже нет такого. Поэтому часть из этого добавлять особо сильно нет смысла. Так, достаточно было удалить просто Кия. Так, Пегас, Пенза, Пермь, Авто, Вас. Ну, Вас мы уже убрали. Поэтому в отдельный список добавляем, кстати, это все дело. Так, порталы, Приток, Приора, да, Приора. Точно. Так, производители мы убираем. Проектная. Так, Пума. С ремонтом разборались уже. Так. Сайкл. Сертификация Сириус. Скания. Угу. Смета, Слесарный, Соболь, Снегоход. Снегоход тоже выкидываем. Станок. Судов. СТО, кстати, там тоже может быть. СТО Митсубиси или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, так люди не спрашивают, разумеется, это все. Так. Типа, ну, давайте, ладно, просто сейчас снимем все галочки. Уже до конца просто досмотрим. Траверс. На Т я уже не помню. Может, там и есть что-то, но... Ниссан какой-нибудь, который мы пропустили. Но мы допишем руками. Хюндай. Так. И вроде все. Есть. Есть. Все. Так. Ну, итогово, что у нас остается? Список 4. Мы его редактируем. Это нам не нужны. Так. Список 4 будут у нас марки авто. Ну, не только марки, но там модели, естественно. Ну, просто сейчас мы глянем. Так. Ниссан какой-нибудь. Что у нас там еще? Ниссан. Я, наверное, не добавил по-русски. Да. Ниссан. То есть нам самые ходовые нужно отсюда будет выбрать. 283 фразы. Давайте глянем, что там у нас в итоге получается. Стоп, 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 стоп. Чего, чего, чего? Подъемник газ. Мерседес. Ну, да. Вот то, что нам нужно. В принципе, мы его удалили. То, чего мы добивались. Мусор марки авто. Мы туда его это все переносим. Что-то диагностика под какую-то конкретную машину нас тоже мало будет интересовать. Если у нас и будет даже диагностика, ничего страшного. Лучше диагностические приборы, ну, какой-то общий, потому что мы продаем общие. Опять же, узкие диагностические приборы нас минимум должны интересовать. Так. Ну, давайте еще раз пройдемся по списку еще быстро автомобилей. Может быть, просто добавим что-то, чего у нас не было. Так. Дача. ДАСИА. ДАСИА. На всякий случай добавим. Что у нас еще популярное такое? Альфа-Ромео не популярно. Ауди. 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 Почему-то я обошел стороной. Ауди. Так. Бентли. БМВ. Бугатти. Биот. Биот. Ладно. Так. Кадиллак у нас малоинтересный. Шевроле. Шевроле. Шеви. Там было Шеви что-то. Я удалю. Шевроле. Так. Сейчас я сюда второй экран передвину. Ребят. Сразу закину все слова. Так. 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 Ситроен. У нас тоже популярный на английском. Дача. Део. Део. Nexia всякий. Я видел там еще и Nexia. Поэтому Nexia тоже у нас идет. Nexia. Так. Daihatsu. Понятно. Dodge не очень популярный. Ferrari. Тем более. Ford. Есть. Газ. Есть. Что у нас еще? Holden. Hyundai. Так. Honda. Honda еще, кстати. Honda. 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 Так. Infinity мы добавляли. Но я добавлю. Попробую еще раз. Да. Есть Infinity. Infinity. По-русски просто закину. Так. Isuzu. Jaguar. Понятно. Jeep. КамАЗ. КамАЗ. КамАЗ, наверное, тоже туда. КамАЗ. Уж очень мне это все не нравится. Kia. Есть. Lancho. Понятно. Königseg. Königseg. Lamborghini. Land Rover. Land Rover. Добавим туда просто ровер. И ровер по-русски. Будет достаточно Lotus. Man. Man. Давайте Man, наверное, тоже туда закинем. Так. Maybach, Maz. О, Maz еще. Maz и Mazda точно. Забыл я про эти модели. Бренды. Mazda. Mercedes. Есть. Это уже есть. Nissan. Есть. Есть. Такой-такой. Porsche. Pontiac. Plymouth. Rolls-Royce. Approver. Scania. Есть. Smart Skoda. Skoda еще добавим. Skoda. Дело в том, мы крайне просто удобнее работать так. В принципе, я там по такой же, такого же принципу просто добавляю ключи. Togas. Toyota. 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 По-русски не было Toyota, по-моему. Так. UAS еще не было. И UAS еще. Volvo. Ну, UAS у нас был уже. ZIL. Наверное, последнее, то, что надо добавить. Причем только по-русски, разумеется. Все, список есть. Погнали отмечать. Посмотрим. 114 фраз. Глянем, что это такое итогово. Диагностический сканер для Audi. Вот в таком виде Honda, Skoda Octavia. Это ищут, поверьте, не STOшники. Это все полный трэш. Chevrolet Traverse. Вообще есть автомобиль, оказывается, такой. Так. Удаляем это весь мусор. Перенос. Скидываем. Так. Привет, я подъемник. Привет. Привет. Джили. МК не стоит убирать. Ну да, я не буду это все уже убирать, такие ключи. Ну ладно, смотрите, что у нас итогово получается. У нас получается вот такой вот список марок авто. Естественно, мы потом тоже будем закидывать. Минус города мы пока оставим в покое. Независимые и зависимые. У нас список довольно большой. Но его еще надо бы допилить чуть-чуть, по сути. Его можно допилить несколькими способами. Можно сейчас допилить. Можно допилить тогда, когда мы будем делать с вами группы объявлений. Просто если мы будем делать по всем ключам объявления, мы не будем группировать по-другому, потому что мне достаточно балансировочный станок, стенд и так далее. Мне вполне достаточно, чтобы дальше никуда не ходить. В принципе, мы можем убрать сейчас какой-то совсем мусор-мусорный, да, из низкой частотности. Ну, словно, где идет до 40, там, типа того. И посмотреть, как итогово у нас будет это выглядеть. Вулканизатор Этна. Это же вроде как Этна. Давайте загуглим. Ну, просто это вулкан, как бы. Но кто-то, видимо, назвал, умудрились, да, умудрился кто-то назвать вулканизатор в честь вулкана. Просто гении. Гении маркетинга. Вот, еще что мне не нравится. Не нравится стапель Новосибирск, не нравится стапель России, не нравятся вот такие ключи. По какой причине? Сейчас будем пробовать удалять некоторые ключи из городов, потому что, ну, вот, опять же, помните, я говорил стапель, мне не нравится, как ключ, слишком широкий. Вот, скорее всего, мы сейчас будем из некоторых определенных вот таких вот групп удалять. Ну, вот, условно говоря, я давайте покажу даже. Проще на примере показать. Выбираем города, отмечаем. Так, сколько у нас? 58 городов помечено. Смотрите, подъемник сейчас будет, Сочи подъемник, Самара подъемник, Краснодар подъемник, Уфа подъемник. Видите? Это явно мусор, то, что надо будет удалять. Поэтому мы создаем еще одну группу, называем ее минус города. И туда будем закидывать вот такие вот мусорные запросы. Не из всех. Почему? Потому что гидравлический подъемник, ну, купить, например, в Самаре, это можно. Но запросы широкие. Мы не должны потом эти стоп-слова будем использовать в минус, в едином списке минус-слов в рекламе. Нам этот список потом, ну, мы не сможем туда все закинуть. Но мы будем добавлять весь мусор для того, чтобы всякие подъемники и прочее очистить. Или какие-то еще широкие запросы. Например, подъемник, гараж, Москва или что-то еще. На всякий пожарный сейчас пройдемся и посмотрим. А сейчас отметили фразы и просто переносим их сразу в список минус городов. О, 58 штук, видите, появилось. Вот у нас. Ну, это явно. Хотя, смотрите, опять же, купить подъемник в Нижнем Новгороде. Видите, у нас остаются нормальные запросы. И вот такие вот как раз придется нам... Ну, мы можем делать несколько вариантов. Мы можем купить, выкинуть, ну и так далее. Но при этом подъемник в Курске или что-то еще мы оставить не можем. То есть, мы единственное, опять же, ну, у нас три слова всего лишь. Мы их перекинем обратно легко в подъемники. Но, опять же, надо максимально быть вот аккуратным. Давайте для подъемников сейчас просто я сделаю отдельную группу. Напомню, в группе подъемник у нас нет... Сейчас я обратно все выткну. У нас в группе подъемник на данный момент уже нет слова подъемник. Но подъемник... Я оттуда просто буду выгребать нормальные ключи. Отчасти я не буду брать, потому что, скорее всего, там будет очень много мусора. Я более чем уверен. Поэтому сейчас мы это все переносим обратно в подъемники аккуратненько. В новый такой вот списочек, три слова наших. Мы их будем использовать. Купить подъемник – хороший запрос. Просто подъемник. То есть, кто-то удаляет такое. Ну, а мы вот таким вот элегантным способом обойдем. Подъемник автосервис. У нас с того уже ничего не осталось. Кстати, давайте просто посмотрим подъемник. Видите, 994 слова. То есть, фраза такая, я желтым помечу, она очень спорная. Видите, купить подъемник – в принципе, запрос хороший. Если мы его зачистим, то, в принципе, мы можем… Ну, а мы зачистили его. Мы можем использовать его в группе подъемник. В остальных случаях мы этим заниматься просто не будем. Подъемник Москва. Ну, такое себе. Подъемник… Я Москву не удалял, СПБ. Видите, еще осталось здесь. Подъемник для автомобиля. Ну, тоже. Не купить ничего. То есть, слишком широкий. Стоимость подъемника можно оставить, но это надо будет, опять же, очень аккуратно посмотреть. Видите, есть подъемник стекла. И стоимость подъемника, ну, опять же, все это надо очень-очень хорошо чистить. Поэтому давайте еще стекло. Обязательно добавим сюда стекло. Чтобы можно было потом это все убрать. Мобильный подъемник неинтересно. Монтаж подъемник. Электрогидравлический подъемник. У нас, кстати, он где-то был. У нас был гидравлический, а электрогидравлического не было. Видите? И это наш запрос, который мы могли бы просто пропустить, если бы в итоге не парсили эту группу. Так. Домбай подъемник. Винтовой подъемник наш запрос. Инвалидный подъемник. Механический подъемник. Да. Так. Размеры на высоту. Нет, не будем оставлять. Платформа. Видите? Подъемник двери даже еще есть, зараза. Бугельный подъемник. Подкатной подъемник. Кран-подъемник. Мини-подъемник. Так. Дойдем сейчас недалеко. Естественно, нам очень глубоко идти нет никакого смысла. Мы пройдемся посмотрим, что у нас тут есть. Скиповый подъемник. Глянем, что это такое. Это не то, поверьте. Я посмотрел. Блюм. Глянем, что такое. Блюм. Тоже не то. Совсем не то. Так, продажа легковой подъемник легкового. Ну, пусть будет хорошо. Подъемник для развала. Вот, ну и как раз всякие Новосибирские еще остались. Ну, там надо просто список минус городов нормальный добавить туда, и будет все хорошо. Нордберг, это наш подъемник. Маслов подъемник нет. Кресельный подъемник нет. А Вента сейчас еще глянем, что такое. То есть, все равно придется руками в некоторых моментах проходить. Нет, это подъемник для шкафов каких-то. Так, электроподъемник нет точно. Фасада. Арнольд. Я предполагаю, что это за подъемник. Подъемник 500 килограмм. Сейчас еще глянем. Нет, вот не поверите, но это какой-то лифт. Подъемник для людей, как раз, видите. Вот, для людей еще надо добавить. Людей. Людей. И вот все, вот этот мусор мы могли просто легко пропустить. Так. На этаж. Этаж тоже. Чтобы на всякий себя обезопасить. Сить. Обезопасить. Фасадный подъемник. Гондольный подъемник. Ну, мы это все уберем, просто не используем. Мы не будем использовать эту группу, эту группу потом уберем. Программа подъемник. Площадки. Подъемник площадки. Ну, пусть будет. Сколько у нас уже? 9 ключей. Подъемник капота. Нет. Хотя близко, но нет. Подъемник ножницы. Подъемник ножницы. Да. Так. Гидроцилиндр. Нет. Универсальный подъемник. Нет. Подъемник скважина. Ну, в общем, видите, сколько мусора. Билеты. Еще что-то. Неужели вы будете это все чистить? Если вы извращенец, конечно, пожалуйста, на здоровье. Подъемник 5 тонн. Подъемник 10 метров. Подключить подъемник. Лыжи. Сейчас до 200 дойдем и закончим на этом. Складной подъемник наш ключ. Строительный подъемник. Нет. Фирма. Сетка. Для автобуса подъемник оставим. Для сервиса, для мотора возьмем еще. Подъемник 220 вольт. Заказать подъемник. Рельбрус. Ну, все. Дальше уже начинается трэш. Всякие метры. В общем, это мы закидываем в отдельную группу. Аккуратненько. По сути, сейчас мы уже начинаем такую тонкую-тонкую группировку. Ну, скажем так, не тонкую, а грубую наоборот. Эту группу мы выкидываем. То есть, потом, либо сейчас, либо когда-нибудь, надо будет эту группу выкинуть вообще отсюда. То есть, добавить ее куда-нибудь. Ну, можно, я буду ее сюда в группу по умолчанию закидывать. Это то, что нам не подойдет, чтобы потом можно было списком спокойно пройтись, чтобы было все хорошо. Теперь еще раз проходим все наши ключи. Смотрим, какие у нас широкие. У нас есть еще траверсы, еще какой-то там мусор был. Дополнительно пройдемся, глянем. Так. Подъемники в СПБ, еще чего-то. Ну, я вот думаю, Москву в СПБ удалять или нет. Пока сомневаюсь еще. Ладно. Пока сомневаюсь, значит, оставим. Траверсы и стапель. Вот нам надо найти теперь траверсу и стапель. Стапель, растяжки, стапель. Вот. И здесь надо будет опять же пройтись, посмотреть. Стапель, сивер, авторобот, стапель, стапель для сборки. Давайте посмотрим. Если почти все подходит, значит, надо чисто... Так, это что такое? Стапель для сборки. Нет, стапель для сборки надо удалять. Причем в эту фразу всю надо добавлять в стоп-слова, скорее всего, для сборки. Потому что для сборки мотора там есть какие-то определенные... Ну, нет, наверное, даже так удалять нельзя. Стапель для сварки, стапель лонжерон, установка на стапель. Вот такой вот всякий установка на стапель надо будет удалять. Удаляем ее следующим образом. Установка на стапель. Потому что установка чего-либо у нас есть. Установка чистки там чего-нибудь. Каховка. Это у нас район Москвы, улица Каховка. Стапель Ростов. Ну, то есть, скорее всего, это ищет какую-то определенную... Ну, тоже надо вот тоже удалять. Каховка. Кто знает все улицы Москвы, никто не знает. Так, насос. Насос, стапель для грузовых авто. Завод Стапель. Стапель продаю. Давайте еще тоже добавим. Так, сварочный для ремонта автомобиля. Вот, для ремонта, видите. Ну, то есть, нельзя там удалять просто в определенных каких-то... Ну, грубо, скажем так, удалять нельзя. Надо вот аккуратненько это делать. Тяжелый стапель. Тяжелый стапель. Колеса для стапеля. Измерительная система стапеля. Вы знаете, я, наверное, все оставлю это и будем тестить. Для чего нужен? Для чего? Тоже в мусор сразу. Blackhawk стапель. Мы будем все тестить и на все группы объявлений потом мы просто повесим минусацию и будем смотреть. Borderlands, наверное, еще надо удалить. Это игра. Знаю я точно. В зависимые тоже засунем. Так, авторобот XLS. Reno Fluence. Вот видите, постановка на стапеле. То есть, такие вещи. Удалять будем сейчас постановка. Чтобы у нас не было мусора никакого более. Reno еще можно добавить. Здесь в Reno мы забыли самое главное. Популярные автомобили. Марки авто. Удаляем. Так. Линейка для стапеля. Вот такое, кстати, можно удалять в таком виде. Для стапеля. Для чего-то еще. То есть, если у вас стапеля просто нельзя удалить, да? Потому что некоторые люди умудряются и так писать. А для стапеля или что-то еще можно удалить. Так, мы сейчас еще потом пройдемся дополнительно по вордстатовским городам. Отдельно все-таки еще сделаем списочек. Минус городов нормальный. На всякий пожарный. Но здесь... Или давайте сейчас его сделаем. Что придумывать. Минус города. Все абсолютно добавим. Не только из вордстата. Возьмем все. Возьмем общий список. Сделаем. Вот такой вот огромный. На Щелкину не обращайте внимания. Это один город из... Не около Ялты. В общем, это Крым. Так. Не знаю, почему он там повис. Но висит. Значит, весь этот список мы добавляем в список стоп-слов отдельный. Вот он. Раз. Два. Теперь добавляем в независимую в таком виде. И смотрим опять же стапель. И отмечаем все наши ключи. 46 из 451. Посмотрим, что у нас там. В смысле? Чего-чего? А, не содержит. Я на фразу нажал, извиняюсь. Истина. Истина. Стапель Киров, электросталь. Стапель в Гомеле, Ксамары. Ну, вот это все, наверное, мы будем выкидывать на мусор сразу. Это у нас города, поэтому минус города. То, что даже будет переноситься. И еще у нас идут... Подъемник, подъемники, вот ту группу. Давайте попробуем еще. Хотя ладно, мы ее выкирнули уже. Еще у нас оставался последний какой-то такой большой и крупный. Покрасочная камера. Вот тут нам точно будет отмечать все города. Москва, СПБ, покрасочная камера. Это мы точно добавляем в минус города. Закидываем. Даже вообще здесь без доли усомнений. Станок для шиномонтажа. Ладно. Вулканизатор еще. Вулканизатор. Что у нас здесь по вулканизатору? Ну, сразу видно, что мало слов. Потому что вулканизатор мало кто спрашивает из-за таких рядовых людей. Купить? Ну, вот купить у нас остается. Давайте еще отсортируем просто фразы, чтобы у нас был, не содержит купить. Вот. Текс. Вот это все можно выкинуть. Перенос в минус города. И сам вулканизатор мы, наверное, тоже выкинем. Ну, тоже такой очень широкий запрос. Если человек вписывает купить, ну, в общем, вы понимаете, он в любом случае будет вписывать купить, цена, еще что-то. Минус города. В минус города. Так, так, так. Все, сняли запросы. В Твери купить вулканизатор для шиномонтажа. Ну, такие мы оставляем. В общем, вот в таком духе мы проходимся. Вулканизатор сам запрос. Тоже его перенесем в мусор сразу, в корзинку. Слишком уж он мне не нравится. Знаю я, какой пойдет мусор итогово. Так. Оборудование СТО, автосервисное оборудование. Здесь мы оставим. Все. Гаражное оборудование тоже оставим. У нас было что-то про гаражи. И какой-то запрос очень широкий, еще один, который надо будет еще дополнительно обработать в обязательном порядке. Так. Нет, 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 нет. Просто отсортируем. Траверса. Вот еще траверса надо найти. Где у нас траверса? Тормозной стенд. Траверса. Так. Траверсы я нашел. Где траверсы? Что-то я не могу понять. Еще есть что-то по траверсу? А, надо было просто в группе посмотреть. Сейчас ищу что-то группу и вижу фигу. Но это нормально. Мы сейчас просто найдем группу довольно простым способом. Траверсы. 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 Где же эта группа? Почему он здесь ноль показывает? Интересно, весело. Весело, задорно. Весело, задорно. Показывал только что. Ну, вот она. Группа траверсы. Все. Ее надо, кстати, закинуть сюда. Ну, это нормально. Сейчас мы ее быстро раскидаем. Вот. Здесь мы что удаляем? Траверсы смотрим тоже с городами быстренько. Что у нас по городам? Нижний траверс. Траверсы Москва. Серия траверсы. Теренбург, Урал. Это все мы оставляем. Это все нормально у нас. Это уже не надо удалять. Здесь все окей. Так, единственное, что осталось, решить вопрос с самими траверсами. Потому что здесь может быть куча мусора. Типа вот Газель. О, Газель еще, кстати, у нас. Траверсы Газель. Ну, такое себе. Давайте попробуем пройдемся марками авто. Четыре еще фразы. Газель еще добавим сюда. Так, и в марке авто в минус закинем. Остальное пока, ну, сложно тоже сказать. Надо будет ценники, наверное, выставлять. Стапели мы сделали. С траверса вообще очень широкий запрос. Мне он очень не нравится. Надо, опять же, искать, смотреть, что у нас тут выходит. Потому что это М, траверсы, это что-то... Ну, вроде и то, но вроде и не то, и непонятно. В общем, слишком широкие разнообразные запросы. Можно просрать именно вот даже на таких вещах. Но тут реклама минимум. То есть, вот на... Что тут, траверсы любых размеров. Тит-трейверс. Есть что-то. Алибаба рекламируется. Ну, то есть, можно оставить просто, потому что конкуренция маленькая. Вот, ну и оставить как есть. Так. Возможно, вулканизатор вылез в подсказках. Нет, вулканизатор это именно такой. Ход мыслей по поводу Москвы и СПБ можешь пояснить? Москву я сейчас отчасти удалил. Я туда добавил Москву в список еще дополнительно. И удалил его. Но все, что купить в Москве или что-то еще, у меня осталось. Вот. Но остальное тогда... Ну, в общем-то, у меня идет в мусор в подъемниках. Но у меня, как видите, я только основные ключи добавил. И все, более ничего. Все остальное у меня здесь и так есть. С тоннами и так далее. Видите, у меня все есть. Я просто дополнительно еще докинул. Если у меня что-то, видите, не собиралось 5Т, еще что-то. Все это уже здесь есть еще дополнительно. По сути, я убрал сейчас города. Там, где у меня не могут попадаться... Ну, скажем так, участники могут что-то искать. Какие-то работы, услуги, связанные с левым каким-то... Ну, в общем, автосервис, условно говоря, Москва. И все, что там внутри может попадаться. Вот, например, еще у нас есть сход-развал. Мы еще в сход-развал не заглянули. Блин, самое тяжелое здесь, по ходу дела, все-таки будет как раз... Чистить вот это все. Ну, вот стенд сход-развал подходит, да. А вот купить стенд сход-развал, давайте посмотрим. Купить стенд сход-развал нормально. У нас просто нет запроса сход-развал. Я его сразу изначально не парсил, потому что я знал, что там будет мусор. А вот сканер диагностический еще посмотрим. Отзывы еще, ребята. Отзывы мы еще не добавили. Отзывы. Отзывы. Это все информационные запросы. То есть у нас отзывов нет. Пусть люди читают в одном месте. Навряд ли они там же купят. Все смотрят сейчас отзывы обычно не на независимых источниках. Мало кто переходит и покупает прямо там, где написано. Большими буквами. Так, мусор в корзину закидываем. Ну и вроде как... Меня заводы еще смущают, честно так говоря. Почему? Потому что Челябинский завод или что-то еще, какого-то автосервисного оборудования. Такой себе запрос. Давайте слово завод еще посмотрим. Мы можем его просто отдельно, конечно же, закинуть. Завод автомобильных подъемников. Дмитрийский завод подъемников. Завод автоподъемник. Завод траверсы. Стапель. Завод со стапелями. Стапель балтийского завода. Ну, что-то мне очень не нравятся эти все запросы. Наверное, я все-таки удалю завод. Как бы смешно не звучало. Но... Ну, просто люди ищут все равно заводы. Ну, хотя тут не так много показов. Ладно, время покажет. Это уже... Сейчас мы будем извратом заниматься. Не будем. Все-таки я принимаю жесткое решение, что оставим весь пока балаган на потом. Пройдемся все-таки. Посмотрим снизу наши запросы. Стапеля, вулканизаторы, балансировочные станки. Это все подходит нам. Шиномонтажка, ремшина. Вот, видите, Волгоград. Оборудование шиномонтажное. Вроде как нормальный запрос. А не совсем. Ну, ладно, оставим. Там пять показов. Если будут на поиске такие... Появляться много запросов, мы будем чистить. Масло в гидравлический подъемник. Масло. Мы, по-моему, его добавляли. Давайте еще раз с зависимым пройдемся. Может быть, что-то еще добавится. Текс. Что добавилось? Автоподъемником. Что-то я туда, видно, закинул. А, да-да-да, извиняюсь, извиняюсь. Косяк мой. Так. Марка масла. Да, вот они еще. 55 слов, которые должны будут в корзину пойти. Все. Помню, что добавлял уже. Проточка. Цена. Вот, проточка тормозных дисков. Видите, его тоже надо в зависимый добавить. Проточка. Да, потому что, подождите, проточки, оборудование для проточки. Да, проточка надо будет удалять. Вот, чтобы у нас не было никакого мусора, опять же. Так, в корзину закидываем. Смотрим, что еще у нас осталось. Устройство. Купить окрасочно сушильная камера. Так, это оставим. Наконечник. Для маслораздачи. Сейчас мы, наверное, тогда еще раздачи. Мы сейчас, скорее всего, пройдемся. Ну, видите, да, здесь очень мало мусора будет. 5 показов, это очень, очень-очень мало. Мы сейчас пойдем, тоже сделаем ход конем, напишем для. И посмотрим, что у нас вообще попадается. Я вот только что видел для гаражных ворот. Вот, и скорее всего, надо будет для ворот тоже удалять что-либо. Ресивер, стапель, стяжки для пружин, да, станок, купить, оборудование, споттер, мойка, траверсы. Тормозной стенд для легковых автомобилей, есть все это, да, четырехстоечный. Жидкость. Надо удалить. Продажа, да, еще, хотя не, продажа оборудования нормально, все так. Станок, установка для замены, так. Стапель, средства. Мойки, для мойки деталей. Ну, опять же, оборудование для мойки нельзя так удалять. Вулканизатор, мини-подъемник, станок, плунжерное оборудование, стапель, объем, объем еще добавим. Так, установка. Так, лапа. Эти мелочи, конечно, они очень пугают, с одной стороны, потому что есть показы. Но, с другой стороны, это, конечно, неинтересный расчет. По-хорошему, директологу, конечно, уже плюнул, честно вам скажу. Любой нормальный, адекватный человек бы плюнул уже и не стал бы это дособирать, просто потому что потом он это все соберет на, ну, скажем так, на работающей рекламной кампании. Сейчас я просто попытаюсь сделать максимально хорошо, насколько, ну, возможно. Мойка для мелких деталей, траверса, станок, комплект. Комплект, давайте еще удалим. Не нравится мне слово комплект. Так, генератор, купить диагностический сканер, установка, споттер, траверсы, аппараты, подъемники, станки, кантователь, да, так, так, так. Так, из чего, чего сделать ресивер и сделать, да, тоже самому еще, если у нас не было такого, самому сделать что-либо нафиг вообще. Фильтр. Так, насос. Насос тоже. Насос, заметьте, с насосом нельзя, ну, по понятным причинам. Поэтому мы убираем одну словоформу. Блин, оказалось все-таки довольно геморройно, конечно. Думал, будет проще с этой рекламной кампанией, а нет. Молоток. Давайте я даже вот так вот сделаю. Молоток, линейка. С линейкой тоже нельзя, ну, по понятным причинам. Стяжка, траверсы, вентиляция, мойка, станок. Чаще всего видите, либо сначала, слово, либо в конце где-то висит мусор какой-нибудь. Порошковая покрасочная камера, стенд, траверсы, элементы. Но уже мусора минимум. Потом мы сейчас уберем еще тросовый подъемник. Тросовый подъемник надо убирать. Так, траверсы эвакуации для манипулятора. Поэтому траверсы, скорее всего, тоже в мусор пойдет сейчас. Так, стенд для правки. Траверсы у нас... Остапель, да, у нас ушел. Траверсы тоже, наверное, в мусор пойдет. Хомут. Хомут. Хомут по понятным причинам. Так, стенд, аппарат, установка. Так, 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 так. Так. Ванна, химия, да, еще химия, конечно же. Тоже убираем ресивер аппарат для замены. Так, есть траверс к оборудованию. Выбор. Выбор. Ну, пусть будет выбор, останется хорошо. Все-таки не так уж. Диск до 75 для безалмазной правки кругов. И диск. Нет, диск. Диск. Да, диск тоже можно. В такой словоформе можно убрать. Так, УЗ, ванна для чистки. А ультразвуковая все, по-моему, подойдет. Так, вентилятор. Что за вентилятор? Вентилятор. Ух, уж эти запчасти, блин, ну, вообще жесть какая-то. Ну, это прямо... Уже хочется плеваться. Так много времени обычно не тратится, конечно. Продам оборудование, ну, ладно. Так. Становка, клипальный станок, подъемник, жидкость. Так, 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 так. Балансировочный подъемник, механическая. Есть, есть, есть. Где купить в Финляндии? В Финляндии. И сколько запросов? Семь запросов. Жидкость уже есть? Есть в Финляндии. Ну, в Финляндии нельзя удалять. Мало ли, есть какая-нибудь херня. Конуса для балансирования. Конус мы удаляли. Конуса все-таки тоже есть. Ну, тут конуса, скорее всего, смазка. Уже можно плеваться серьезно. Так. Так, парковочные подъемники. Чего? Ну, это уже что-то новое. Парковочные подъемники для машин. Цена это уже. Парковочные. Это чтобы у нас в России были приспособы. Так, каталог оставляем. А, запасных деталей для мойки УНО. Значит, запасных тоже удаляем. Запчастей и вот зап тоже удалим. Запчасти. Так, оборудование, ресивер, разгрузочный ресивер для облегчения пуска компрессора. Господи. Так, с чего можно сделать? Это мы уже удаляем. Значит, люфт, дилерские диагностические сканеры. Ну, это пусть у нас останется. Видите, вот как раз сканеры. Установка для хромирования деталей. Это с пескоструем у нас есть такое. Ну, и вроде... Ну, вроде все, ребята. Вроде все. По-моему, мы победили ключи. Ну, как минимум, собрали весь мусор, который у нас итогово был. Вот. Text. Как создавать отдельные списки ключей, так как для одних групп объявлений, одни минус-слова для других. То же самое. Берете, создаете вот папочками. Просто называйте. Мне не надо это делать. У меня, в принципе, все темы максимально... Кстати, я забыл сделать самое важное. Еще. Стоп, я скинул, что ли? Или что? Или я одну только папочку посмотрел? Да нет, не может быть такого. Сейчас мы проверим. Да, 50 фраз еще добавилось. Зачем нужен фильтр истинно? Для того, чтобы просто определить и посмотреть, какие вы добавляете слова. Потому что вы можете добавить туда то, что на самом деле нужно. Как создать список? Вот кнопочка есть. И вот нажимаете, и вот вам списки создают, сколько вам надо. Так, ну давайте еще раз быстренько. А что у нас? Нагревательные элементы. Так, перенос в корзину мусора. Быстренько. Раз. Балансировочный станок. Зажим. Да, походу дело все равно. Не все так просто. Не отпускает меня. Индукционный балансировочный. Цивик. А, цивик еще и так. А что это цивик? Балансировочный станок. На русском, оказывается, есть цивик еще. Мастер ремонта. Господи, мастер. Мастер тоже. Обозначение. Ну, это уже вытравливать придется все-таки на рекламе, на работе. Потому что на рабочей рекламной кампании иначе можно умереть. Так, я не понял, отчего ты не хочешь в корзину переносить? Ну-ка, переноси давай. А, я понял, из-за чего это. Из-за фильтра. Сейчас фильтр снимем. Все, все, все. Да что ж ты будешь делать-то? Сейчас починим, ребята. Да, тут бывают такие зависоны. Так, все, сейчас мы снимем фильтр. Так. Что туда попало? Зависимый, что все пометилось. Потому что я, наверное, пометил все. Так. Или я все-таки умудрился. 68 фраз. Почему балансировочный станок туда попал? Рейтинги, рейтинг, рейтинг. Комплект. Стапель мастер. Все, это мы переносим в мусор. Да. Так. 6 тысяч фраз в итоге у нас осталось. То есть, из 14 у нас осталось 6. Вот это более-менее реалистично. То есть, всегда считайте, рассчитывайте на то, что если у вас спаршено где-то 14-15 тысяч фраз, то значит у нас итогово 6 тысяч будет фраз, скорее всего, на выходе. Да, у нас остались мусоры какие-то маленькие, типа вот станок, балансировочный ТЭКО 95-го года. Но это уже простительно. Это можно оставить. Главное, чтобы у нас было примерно на один ключ, вот на 50 ключей, один ключ какой-нибудь левый. То тогда это еще простительно. Если у вас будет более часто ключи встречаться те, которые не подходят, значит вам жопа. Где крутить тематику БАДов? Ну, AdWords вас сразу пошлет на тему... Вообще с БАДами стараемся не работать. Там слишком много сертификатов. Я прям уже давным-давно отплевался от них и открестился. Слишком они геморройные. Ну ладно. В общем, что у нас итогово получается? Сейчас у нас есть список ключей, которые мы очень долго чистили. Я думал, будет быстрее, но как получилось. Этот список, он довольно-таки чистый. Единственное, что мы еще выкинем, это слово траверса, которое мне не дает покоя. Или где у нас что было там? Стапель. А, стапель еще. Стапель, наверное, тоже выкину в корзину. И сейчас еще раз посмотрю траверсу. Да, траверсу тоже мы выкидываем и переносим в корзину. Ну, я уже объяснял, по каким причинам. Там может быть куча всего. Стапель тем более надо выкидывать. Слишком широкий ключ траверс я решил тоже выкинуть. Не нравятся мне эти запросы. Если понадобится, если будет мало трафика, я просто обратно одно слово добавлю. Это будет несложно добавить в рекламную кампанию, если у нас будут какие-то серьезные проблемы. Что итогово? По итогу вот у нас есть этот файл, да, KeyCollector, который...